Как слышно, как видно нас? Всем добрый вечер. Так, оцените, пожалуйста, картинку. Картинку не видно у Максима, у Виктории видно. Ребята, напишите, видно картинку, все видно, потому что мы сегодня находимся в отеле, в котором только что подключились к интернету. Мы не хотим проверить качество Wi-Fi. Да, отлично, отлично, отлично. Нас с вами зарегистрировалось немножко больше, пишите, пожалуйста. Кто не помолодел, кто-то ошибкает. Напишите, все отлично, я уже вижу. Смотрите, мы с вами буквально через 2 минутки уже начинаем, подождем еще немножко опоздуновку. Вам сейчас рекомендую запастись ручками, бумагами, не знаю, заметками. Сегодня будет очень-очень крутой контент, интересные глубокие вопросы, которые вам помогут сделать следующий шаг. То есть мы сегодня будем общаться по семинару, по самому крутому на планете, по семинару «Свидание с судьбой». Это Тони Робинс. Вот мы вчера проходили 6 дней у нас и у нашего спикера, сегодняшнего Алексея, будет немножко, может быть, хрип, потому что мы кричали, мы орали. Вот, да, вместе с Тони Робинсом. Поэтому запаситесь, пожалуйста, бумагой, налейте себе стакан воды, потому что вебинар будет сегодня проходить, это может быть час, может быть, полтора. Не будем, не будем долго затягивать, но это Тони Робинс. Вот, поэтому давайте еще минут 5 подождем. Вот, вы пока запаситесь, сделайте все свои дела, настройте свое пространство так, чтобы не отвлекаться. Если кому-то интересно послушать, зовите, это будет очень полезно. И через пару минут мы с вами продолжим. Да, запись у нас будет, друзья. Все, скоро начинаем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Итак, ну что, друзья, мы начинаем. Скажите, пожалуйста, как звук, как картинка? Сейчас я надену наушники. Звук плавает. Напишите, пожалуйста, все. Давайте-ка наушники. Я от наушников избавился. Теперь скажите, как наушники. Ой, без наушников, друзья. Получше, получше, получше. Да и мне, честно говоря, получше. Отлично. Эхо сильное или нормальное? Ну, как бы критично или нет? Просто мы на площадке, большой зал, может быть, эхо из этого. Чуть-чуть. Нормально. Да, друзья, смотрите, запись в любом случае будет. Запись в любом случае будет. Вот. Мы решили для вас провести этот вебинар по горячим следам. Вот. Мы взялись к участию семинара. Который уже несколько раз был на Тони Роббинсе. И который сегодня с вами поделится инсайтами после этого семинара. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь знает меня вообще? Меня зовут Иван Шемерин. Меня кто-нибудь знает здесь в чате? Поставьте плюс. Если не знаете, минус. Николай меня знает. Алексей меня знает. Много меня кто не знает. Замечательно, замечательно. Давайте тогда познакомимся в первую очередь. Друзья, меня зовут Иван Шемерин. Я представляю компанию Мид Партнерс, которая сейчас как раз таки и организовала это мероприятие. Вот. Я занимаюсь двумя направлениями у нас в компании. Это работа с клиентами и работа с партнерами. У меня два направления с сотрудниками. Я уже на самом деле сам на семинаре «Свидание с судьбой» первый раз. И вообще на семинаре Тони Роббинса уже шестой раз. То есть есть достаточно очень много знаний. Но сегодня не я буду с вами делиться знанием, так как я человек, который работает в этой компании. Но специально для вас мы сегодня пригласили человека, который мог бы поделиться внутренними ощущениями, своими новыми ценностями. Что у него, в общем, изменилось? Это простой участник. Это не спикер сегодня, друзья. Поэтому я хочу, чтобы вы это поняли, что получает человек, который первый раз едет на семинар «Свидание с судьбой». Кто не Роббинсов? Кто не спикер и который не занимается тем, чтобы рекламировать что-то. Поэтому сегодня я хотел, чтобы вы услышали вот прям достоверную версию участника живого предприятия, который закончился вчера, шесть дней назад. Вы готовы? Друзья, вы готовы? У вас есть ли у вас бумага, есть ли у вас заметки, все ли у вас под рукой, сходили ли мы в туалеты, друзья? Потому что будет контент очень-очень серьезный. Я хочу, чтобы вы сегодня поработали. Почему? Потому что мы сегодня будем где-то полтора-два часа с вами общаться. Я хочу, чтобы вечер, который у нас, кстати, сейчас 11-12 уже дня в Майами, чтобы у вас сегодня этот вечер прошел необычно. Может быть, конечно, не как у Томи Роббинса эти шесть дней, но чтобы какие-то инсайты у вас тоже были, умные мысли, над чем вы задумались, что-то чуть-чуть изменили и начали потихонечку, потихонечку, потихонечку продвигаться немножечко в новом направлении. Либо улучшать то, что у вас уже есть. Вот. Поэтому я надеюсь, что вы готовы. Да, будем пичигарить, как Сергей сказал. Вот. Будем говорить, будем вещи называть своими словами. Вот. А сейчас я бы хотел, друзья, представить вам человека. Его зовут Алексей Адамов. Человек, который является тренером, который является коучем, который был два раза на семинаре «Раскрость раскрытый потенциал» и первый раз на вот этом семинаре «Свидание с судьбой», который является финансовым консультантом таких банков, как Сбербанк, Райфайзен, ВТБ, но все ведущие там, Ситибанк, да, это ведущие банки, но именно на этом семинаре это обычный рядовой участник семинара, который с вами сейчас будет делиться, своими инсайдами. Я хочу, чтобы вы поставили много-много плюсов, потому что этот человек будет сегодня на безвозможной основе делиться с вами этими знаниями, поэтому встретите его горячо, потому что это будет влиять на его мотивацию, да, то есть он не Тони Робинс, пока не Тони Робинс, да, поэтому он хочет, чтобы вы его поддержали своей энергией, друзья. Во-во-во, много-много-много плюсов. Супер, 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 супер. Отлично, друзья, отлично. Будет запись. Если у кого-то будет падать интернет, пишите в чат. Другие ребята, подтвердите, что у вас все-все-все-все, отгоню в это время. Вот, Алексей, ты готов? Вот, супер, Алексей, всем привет. Кстати, наши фирмы Толстовки, которые мы говорили, участники семинара у нас есть семинар. Все, я тебе передаю слово. Спасибо большое за представление. Всем привет, ребята, друзья. Рад вас очень видеть здесь. Что сказать вам? Ну, вот мы действительно находимся в первый день после конца этого приключения, путешествия, я не знаю, как это назвать. Переворот в мозгах совершеннейший. И паржес попросил просто поделиться тем, что было, что осталось. И да, я бизнес-тренер, я в основном обучаю банки, либо обучаю людей, как управлять своими финансами, но здесь я просто приехал для собственного развития. И, ну, это интересная задача, мне показалось просто поделиться какими-то мыслями, идеями, потому что, ну, вот я сам два года шел к этому, думал, два года вообще нужно, это денег стоит приличных, там, время заправки и так далее, да, естественно, и педабы. В общем, единственное, что я могу сказать, что не надо ждать два года, потому что это было действительно крышесносно. Я постараюсь какие-то основные вещи вам рассказать, которые, ну, мне запали в душу, и чтобы вы могли сразу это использовать все-таки, да, то есть я не обещаю, потому что я, ну, шесть дней, это неравность, я приложу вам за два часа, это не реально, конечно, но какие-то идеи, которые сразу вы сможете почувствовать, о чем это, был вообще весь семинар у нас здесь, я постараюсь вам дать. И ближе ко второй половине к нам подают еще какие-то участники, которые тоже своим инсайтом поделятся, вот что они конкретно вынесли, вот что конкретно они получили с этого. Просто, ну, это может звучать, конечно, немножко так для вас странно, но я сидел и я думал, так, кому из моих близких я скажу, что мне надо срочно сюда приехать, брату, я дам гарантию, что, например, ей этого не понравится, я бы два раза деньги отдам, потому что я реально считаю, что этот опыт, который нужно получить, то, что сижний, блин, как я жил вообще, как я жил вообще, не знаю, как глупо не знать этого всего и пытаться как-то самому решать проблему, когда уже столько ответов есть. Ну, в общем, не буду больше вас, наверное, мучить таким вступлениями длинным, потому что не хочется вас ваше время тратить, и начну сразу по существу. Окей, значит, первый у меня к вам вопрос. Я немножечко дам вам, как бы, контент, как я его почувствовал, да, поэтому я буду с вами разговаривать, и я буду говорить тебе, ты, каждому из тех, кто сейчас у нас на вебинаре, потому что так это делает более персонально, и ты сможешь воспринимать эту информацию как для себя, что я общаюсь именно с тобой, с тем, кто сейчас смотрит в экран. Поэтому первый вопрос у меня к тебе будет такой. Ты наверняка хочешь каких-то вещей в своей жизни получить, достичь, поменять и так далее. Зачем ты это хочешь? Какая? Ну, пиши, что ты хочешь и зачем. Пиши прямо в чат просто. Первое, что приходит в голову. Есть какие-то мысли, есть какие-то желания что-то получить, какие-то цели. Что ты хочешь получить и зачем? Я сразу хочу сказать, что лучше будет, если у нас здесь с вами будет общение, диалог, чем я буду вам вещать какие-то свои сайты. Я, конечно, поделюсь, у меня запас большой, но просто я хочу вам позволить на своей жизни почувствовать. Окей, я хочу почувствовать жизнь. Хочу хорошего качества звука во время таких эфиров. Окей, звук ужасен. Так лучше? Нет, так будет хуже, потому что мы... Окей. Хочу зайти, от которого буду получать удовольствие и доход. Выставить свой бизнес, наконец, как надо. Раскрыть свой потенциал. Давайте еще несколько вариантов. Чем ты больше участвуешь, тем ты больше получаешь. То есть я вам советую, как участник, который только что был на семинаре. Чем больше ты отдаешь в какое-то мероприятие, чем больше ты из него получишь. Поэтому напишите, не стесняйся, что вы реально хотите в своей жизни. Вам будет проще на своих примерах понять то, что я вам сейчас расскажу. Часто будет нужно помогать раскрыться, встретиться с судьбой, прожить отходную всю жизнь. Окей. Небольшую идею я вам сейчас предложу, на подумать. Часто мы говорим, я хочу денег, вот правильно, бабла хочу, или хочу квартиру, или хочу карьеру, или хочу отношения, мои мечты. Хочу почувствовать себя каким-то образом. Но вопрос такой, а зачем? То есть что в этом итоге будет для нас? Идея, которую я хочу предложить, нужно подумать, что на самом деле все, что мы хотим в жизни получить, мы хотим только потому, что это нам принесет определенные эмоции. То есть все это с определенным самым состоянием, как я себя буду чувствовать, потому что если ты получишь бабла, но преданных ты будешь себя чувствовать, ну, думаешь бабло, там, ничего страшного. У кого была такая ситуация, что прям хотел, хотел, надрывался, шел, бац, получил, а потом, ну, типа, и что, это все? То есть типа обрадовался, там, десять минут, или там, неделю, или месяц. И потом, ну, как бы вернулся обратно в состоянии. Был такой у кого-нибудь? Если у кого-то был, напишите да. Окей, супер. То есть получается, что идея о том, что все, что мы хотим получить в нашей жизни, на самом деле мы хотим, это такие качественные эмоции. Жить жизнь максимальным удовольствием, счастьем, страстью, там, благодарностью, радостью, чувством наполненности, чувством связи с людьми, из жизни, чувством, что у тебя есть стержи внутри, которые тебя ведут к тем вещам, которые ты хочешь получить. Вот примерно это является конечным результатом. А дальше мы думаем, что оно даст, например, какое-то материальное составляющее или отношение с людьми, с теми, но в итоге мы хотим получить эмоции. Согласны мы с этим более-менее? Кто согласен, напишите да. Окей. При этом, получается, что первый вопрос, который можно себе задать, это вопрос, который, а с чем вообще связаны эмоции? То есть когда-то они есть, когда вообще никаких целей, мы просто встаем и нам просто классно. Когда-то мы надрываемся, мы фигачим и получаем результат, а эмоций нет. И вот этот тренинг весь, свидание с судьбой, он весь о том, чтобы взять на себя ответственность за те эмоции, которые ты переживаешь в своей жизни. Да, то есть это тренинг, который позволяет непосредственно взять ответственность за все эмоции. Почему? Потому что эмоции это и есть жизнь. То есть по факту все, что у нас есть в жизни, раскладывается к тому, как мы себя чувствуем, как вы себя ощущаете. И Тони, он в этом реально очень крутой. Ну, наверное, лучший в мире, правильно так сказать, из тех, кого я знаю. То есть он действительно умеет помогать нам, овладевать своими эмоциями, своим настроем, своим состоянием. У него есть такой концепт, у каждого свой эмоциональный дом. Что такое эмоциональный дом? Как вы думаете? Я вам скажу эмоциональный дом. Что у вас у вас? Какие ассоциации напишите в чате? Эмоциональный дом это? Привычка. Окей. Все, что я чувствую. Да, то есть в его логике эмоциональный дом это то, где мы чаще всего живем с точки зрения эмоций. То есть это то, где чаще всего мы находим на протяжении нашей жизни. Как эмоции в среднем превалируют. И как мы только что посмотрели, можно ли получить какую-то сверху, чтобы достигать такую цель и не быть счастливым? Можно. Можно ли просто проснуться и просто по факту с того, чтобы проснуться и быть счастливым? Можно и так. То есть это не всегда связано с каким-то внешним фактором. Это эмоциональный дом. Давайте сразу сделаем упражнение. Хотите сразу сделать? Кто хочет сразу сделать упражнение, чтобы сразу такой «пам, я понял, что это про себя». Напишите «да» в чат. Слышно, классно, мне нравится ваш настрой. Я вас не вижу, но мне нравится ваш настрой. Короче, берете лист бумаги и пишете, какие эмоции я испытывал в последнюю неделю своей жизни. Прямо перечисляю все эмоции. Только это будет реальные эмоции, реальные чувства, которые вы вспомнили сейчас, которые вы испытывали в последнюю неделю своей жизни. Поехали. Дам вам только три минуты. Не, не надо сюда в чат. Напиши на бумагу, напиши на бумагу, а потом мы поменяемся. Прямо из себя те, кто это реально получил. Классное упражнение. Сразу понимаешь, где ты примерно живешь, какой у тебя эмоциональный дом. Еще раз вопрос. Взять листочек бумаги. Ручку. И подумайте. У меня неделя жизни прошла в последнюю. За эту неделю жизни какие эмоции я помню, что я испытывал. Вспомните примерно, где вы были, где вы жили, что вы делали, как вы себя чувствуете самое главное. И какие эмоции конкретно вы вспомнили. Вот я испытывал вот эту эмоцию, вот эту вот в этот вечер, вот так, потом вот так, потом вот так. И прям все напишите, все, кто вспомните. Окей. Ислам, хочешь я тебе помогу концентрироваться на том, чтобы получить больше ответов вебинара? Окей. Что я могу для тебя сделать? Есть внешние обстоятельства, которые за пределами нашего контроля. Я не могу сейчас поменять звук, к сожалению, потому что мы находимся в отельной комнате, и она вот такая вот большая, поэтому она летит эхом. И я не могу поменять твое оборудование, которое делается так, что у тебя слышно хуже, чем у других, потому что всему ты пишешь об этом. Но что ты можешь сделать, чтобы получить максимум из этой ситуации? Какое значение ты можешь этому придать? Я могу жаловаться, испытывать переживания, негативные эмоции, потому что что-то будет не так, как я хочу, или я могу получить максимум, несмотря на то, что ситуация не идеальная. Вот от того, какой вопрос ты сейчас задашь, и какое значение ты придашь этой ситуации, будет зависеть, а, твои эмоции, б, так, потому что либо ты будешь слушать, впитывать, несмотря на то, что хреново слышно. Я знаю, я был на вебинарах, где хреново слышно, но нельзя было организовать, что нормально. Я тоже так делаю. Но дальше у тебя есть главный выбор. Либо переживать на эту тему, обвинять гневом и так далее. Я здесь не снимаю всю ответственность, правильно было намутить микрофон, но я просто не смог. Вот. Или ты будешь фокусироваться на том, как получить максимум с этого. И знаешь, что, скорее всего, это не только в этой ситуации ты просто себя будешь задавать. И это может быть хорошая тренировка, как в ситуации не идеальной внешней среды получить максимум. Кто понимает то, что я сейчас сказал? У кого такой вопрос тоже может возникать в ситуации не идеальной внешней среды? Либо ты фокусируешься на том, чтобы жаловаться, обвинять и чувствовать разочарование, и это один эмоциональный вопрос. Либо ты фокусируешься на том, как я могу забрать максимум с этой ситуацией, чувствуешь себя охрененно, несмотря на хреновый звук на вебинаре. Окей. Напишите себе эмоции. Кто уже закончил, напишите да. Окей, супер. Поделитесь, друзья. Кто хочет, поделитесь с теми эмоциями, которые написали. Прямо в строчку, в одним сообщением полностью напишите. Окей. Несмотря на проблемы, двигаю все дальше. Я рад. Давайте я вам небольшое, пока вы пишете свои эмоции в чат, я вам немножко расскажу про ситуацию. У Тони Робинса холодный не в рэнках. Холодный рэнк. Это его тема, он как бы горячий парень, он там двигается, танцует. Он делает комнат в комнате какой-то, наверное, плюс 14. Плюс 14 в комнате. Потому что в Майаве, Пальма, я взял шот. Ну, как бы я не планировал. Вот, соответственно, ну, кто в теме, те были утеплены. Я, ну, так, не очень. Кто-то, ну, особенно, вообще не особо утеплен, хотя организаторы предупреждали, что холодно. Дальше у нас есть чат, который все участники пишут. И люди пишут, сколько можно, как мы сделаем, так же холодно, мы замерзаем, нереально слушать, там, семинар, я заплатил на него столько денег сделать, а что-нибудь организаторы сказали, чтобы сделали потеплее. Это одна интерпретация. А вторая интерпретация, у Тони Робинса постоянно есть перерывы, где ты можешь танцевать, двигаться, кричать, но он тебе помогает в таком состоянии, как лучше распознаешь материал, чем ты будешь съесть и сползать. И если ты будешь двигаться, ты будешь двигаться так, что мне даже в футболке будет жарко. Может ли человек это делать? Может. Может ли человек после первого дня понять, что, блин, похоже здесь холодно, мне надо пойти в магазин, купить себе Толстов по повинке, которую мне подарили, хотя я об этом сам не подумал, мне ее подарили. Поплательность. Поплательность купить еще одну, именно что мне было. Может. Отчего зависит решение, что один человек будет сидеть и думать, что, блин, какая херня, я заплатил столько денег и вообще, почему мне не могут дать нормальную ситуацию сделать потеплее, я ничего не могу воспринимать. А другой человек скажет, так, я понял, здесь похоже хреново, я, похоже, не подумал, что мне надо утеплиться. Ну, что я буду теперь делать? Я буду теперь танцевать, как сумасшедшие, занимать свою энергию, потому что это в любом случае полезно. В семинариях, потому что это один из инструментов. А с другой стороны, я буду пойду и просто куплю толстомочку, чтобы мне было потеплее. Отчего зависит, что один человек сделает так, а другой сделает по-другому. Как вы понимаете, что результаты будут эти люди одинаковые или разные? Ну, разные, наверное, да, будут результаты? Да, почему все хрунт? Потому что там холодно. А твой настроен, совершенно верно. Вот. То есть, кто понимает, что от того, как ты воспринимаешь эту ситуацию, какой настрой ты себя создаешь, на чем ты фокусируешься. И самое главное, какое значение ты продаешь вещам, которые происходят в твоей жизни? Ну, достаточно много вещей зависит, на самом деле. Потому что одни, ну, наверное, можешь себе представить, что разные будут эффекты. У человека, который сидит в состоянии, что, блин, мне тут должны, если бы я их заплатил, и я нихрена не сделала даже нормальную температуру в аудитории. А у другой человек, который скажет, именно потому что здесь холодно, я буду тренироваться в два раза сильнее, потому что я хочу быть заряженным, я хочу, чтобы у меня было тепло, и я буду так разогреваться, что, блин, я беру тепло, даже если здесь будет лед. Понятно, что разница в таком значении, которое мы продаем вещам, она будет иметь определенный эффект. Кому понятно, напишите, да. Поэтому, ребят, те, у кого хреновый звук, я вас поздравляю, у вас тренировка немножко более интенсивная сегодня. И вы тренировались в честь в том, чтобы воспринимать этот звук, несмотря на него получать максимум. Хотя запись тоже будет. Окей, эмоции. Напишите, пожалуйста, эмоции, те, которые у вас есть. Хотя поздравляю, у тебя есть возможность тренироваться еще сильнее сегодня. Напишите, какие эмоции у вас есть. Радость, любовь, грусть, тоска, счастье, злость, удовлетворение, любовь, интерес, раздражение, нежность. Класс. Не стесняйте, спешите, что там, ну, чтобы просто можно было что-то обсудить. Да, у меня тоже тренировка сегодня. Первый раз провожу вебинар, когда такой плохой звук, я пытаюсь как-то не потерять нить, и дать вам максимум еще результат при этом, и не расстроиться, и не почувствовать вину. Окей. То есть, вы видите, что есть разные эмоции, которые выискиваете. Супер, от чего эти эмоции зависят? У нас только что был пример. Существует внешняя ситуация, скажем так, раздражитель. Потому что, когда все офигенно, мы чувствуем себя классно, никаких проблем, правда ведь? Но когда есть внешняя ситуация между раздражителя, тут начинает вырезать действительно наш внутренний уровень, как бы, с прочности, да, наша прочности начинает тестироваться. И кто-то может, несмотря на раздражительность, сохранять позитивный настрой, кто-то его побивает, это из клеи, он теряет настрой, и дальше с этим негативным настроем он приезжает в офис, он начинает общаться с клиентами, он приезжает в семью, начинает общаться в своей семье, и, наверное, это даст разные результаты нашей жизни. А самое главное, кому будет хуже всего, если человек будет сидеть в состоянии, что, блин, мы должны были сделать, все тут плохо, это невозможно, это нереально. Кому будет хуже всего? Кому? Окей, тебе. То есть, сейчас я предлагаю тебе подумать, как я хочу сделать так, чтобы в своей жизни решать, что я могу контролировать этот вопрос, на чем я фокусируюсь в своей жизни, какое значение к вещам придаю, и как я получаю какие-то результаты. Потому что от этого зависит по факту то, где ты живешь. Потому что будет ли в жизни проблемы? Будет ли в жизни ситуация, когда жизнь пойдет не так, как мы хотим? Напишите в чате. Я разговариваю каждый раз именно с тобой. Если ты пишешь, значит, ты меня слышишь. Будет ли в жизни у тебя какие-то проблемы, когда ситуация не так, как ты хочешь? Да, окей. Соответственно, это не вопрос, хотеть, чтобы проблем не было. Проблема – это часть жизни. А это вопрос, как сделать так, чтобы получить максимум при любой ситуации и сохранить свой настрой, и быть детей. Согласны? И так, я вам сейчас дам инструменты как управлять настройами. Круто, что нас сразу возникло ситуации, на которых очень четко вы увидите. И так, от чего зависит от настроения и состояния. Как управлять своей эмоцией? Три вещи. Ну, я дам сейчас три вещи, потому что в семинаре больше всего я дам быстро. Первая – физиология. То, что меняет твои эмоции очень быстро – это физиология в теле. Кто замечает, что, после того, как он посттает, спит, поест или не спит, .. поест, пусть он ходит в спортзал и потренируется как след. После того, как он займется любовью, после того, как он съест праздник, У него поменяется состояние эмоциональное, кто это замечал? Вопросы достаточно очевидные, я понимаю, ну, как бы, очевидные, да? Окей. Вот это достаточно легко на самом деле использовать, осознанно. То есть очень часто у нас нет такого мысли, что вот когда у меня хреновое состояние, я могу включить этот инструмент, как назовем физиологию, его поменять. Мы думаем, ну да, я встал с кровати, как-то в таком состоянии, что как-то, блин, на ход даже не вставает, ну, как бы, ну, это часть жизни, ну, что поделать, ну, буду как-то выживать, там, возьму себе кофе. И у меня стадет вот такой вот, как бы, ну, процесс велотекущий. Ну, что можно сделать? Что можно сделать для того, чтобы быстро через физиологию, это реально очень быстро. Что можно сделать? Я вам сейчас покажу, что можно сделать. Первое – дыхание. То есть паттерн дыхания очень быстро меняет физиологию. Если начинает дышать глубоко и интенсивно, очень быстро начинают разгоняться обменные процессы, и второй поступает в мозг, ты просыпаешься, у тебя возникает энергия. Второе – физическая активность. Если ты ставишь свою любимую музыку на полную громкость, и начинаешь танцевать так, как будто от этого зависит твоя жизнь, а что, можно просто так танцевать, если я не хочу? А кто тебе мешает? То есть это твое решение просто. Либо ты будешь это делать, либо нет. Это же ты сам себя контролируешь. То поменяется твое состояние или нет эмоциональности? Реально будешь писать так, как будто ты на самом какой-то вечеринке сейчас находишься. При этом должна ли быть эта вечеринка? Нет, просто твое решение, что ты сейчас будешь прямо в классном твое время. Кто понимает, что это поменяет состояние? Окей, поза победителя, бельфинг – супер. То есть вы понимаете, осанка этого соответственно. Это первое, самое простое, что можно сделать для того, чтобы в своей эмоции взять контроль, а дальше уже с другого состояния, более наполненным, более радостным, получить другой результат. Я вам сейчас могу предложить сразу, кто хочет сразу сделать упражнение, чтобы почувствовать, как это работает. Упражнение, которое Тони Робертс делает обычно по утрам. Называется прайминг. Да, окей, класс. Я вам предлагаю сделать упражнение. Тогда сделайте так, чтобы у вас было какое-то пространство перед вами. Встаньте уверенно, вот я сейчас стою этими ногами, встаньте тоже уверенно на две ноги. И когда я скажу, ну, когда я начну говорить, да, что поехали, вы сможете притянуть вот так вот руки вверх, и с выдохом как бы вытягивать с себя энергию. То есть мы будем делать, ну, примерно, вот такое движение. Так, чтобы вам было не обидно. Давайте я пойду. Вот такое дыхание, уже щёное. То есть, да, щёное дыхание, и в этот момент с руками вы тянете воздух в лёгкие. Только закрытыми глазами. Понятно, что надо делать? Кому понятно, напишите плюс, кому непонятно, минус. Ну, окей, супер, ура, класс! Мне нравится ваше предвосхищение. Я вам скажу, я буду вас направлять. Кто может делать, это слушать то, что я говорю, и повторять. Окей, готовы? Да, 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 на вот. И каждый раз, когда вы в камеру представляете, что вы энергию захватите из внешнего пространства и притягиваете его в тело. Ну, а что, если там нет никакой энергии, всё это bullshit, всё это сказки, этого нет. Есть такая идея, что то, что ты будешь думать, то твое тело и будет ощущать. Там нет никаких реальных потоков, которые мы видим. Но если ты думаешь, что тянешь энергию в тело, то твое тело реагирует на мысли так же, как оно реагирует на реальность. Не настолько же интенсивно, но достаточно интенсивно. Если ты будешь чувствовать в этом теле, что да, я выполняю себя энергией, ну, чувак, ты, скорее всего, будешь себя чувствовать по-другому, поверь. Поэтому просто попробуйте. Ну, окей, супер, встали. Разнялись. Это же классно, я первый раз такое делаю с вами. Сам я делал, конечно, на семинаре. Шесть дней с вами делать первый раз. Окей, готовы? Закрыли глаза. Поехали. Закрытыми глазами опустили руки. Скажите, фокусируйтесь на своем теле. Что происходит у тебя в теле? Чувствуешь ты мурашки? Спокойствие? Энергию? Головокружение, может быть. Обрати внимание на эти ощущения. Обрати внимание, как могла поменять с твоей осанкой уже сейчас. Окей, еще раз. Готовы? Поехали. Расслабьтесь. Ощутите спокойствие. Ощутите землю под ногами. Опору, которая у вас есть. Дышите глубоко. Разве не классно? Ощутка так сротела. Такую вот энергию. Последний, третий раз делаем. Дайте этому все, прям всю свою энергию вложите. Всю свою интенсивность. Вы работаете сейчас на себя, на свое состояние, чтобы получить этот опыт очень простой, очень полезный. Итак, вытягиваем руки. Готовы? Готовы? Поехали. Поехали. Расслабьтесь. Почувствуйте свое тело. Почувствуйте мурашки. Почувствуйте энергию, которая идет сквозь вас под воношник. И представьте, что вы так стоите сейчас, и большой-большой луч энергии идет сквозь ваше тело, сверху спускается через голову, проходит через горло, через плечи, через грудь. Все ваше тело наполняется большим таким снопом, светлой, чистой энергии, которая излечивает все, что вы хотите. И она наполняется, она протекает вниз, до колен, уходит в землю, и потом из земли обратно. Ноги, колени, таз, живот, грудь, плечи, горло, голова. И потом из лица. Такая полная, излечивающая энергия чистоты света. Почувствуйте в своем теле. Почувствуйте в своем теле. Ну, разве это не классно, что ничего не делай, ничего не меняй в своей жизни? Кто уже почувствовал себя лучше прямо сейчас в своей жизни? Почувствуйте давче. Разве это не классно, значит, что мы полностью контролируем в своем национальном состоянии. И как быстро мы можем изменить? Буквально за секунду. И сейчас я хочу сделать второе упражнение, прямо сразу с первого. Я хочу вам предложить одну из самых мощнейших эмоций, которые у нас есть, которые излечивают львиную тоду проблем, с которыми мы не можем справиться. Это эмоция благодарности. Когда ты ощущаешь, что, блин, на самом деле, есть столько в моей жизни, за что я могу быть искренне благодарным. Столько в моей жизни классно на самом деле все происходит. Я просто забываю об этом. Я кручусь, что-то там хочу добиться. Но столько всего из класса на самом деле. Я хочу, чтобы вы вспомнили три вещи, за которые вы можете быть благодарны. И вспомнили их одну за другой. И каждый раз, вспоминая какую-то вещь, вы видели, вы чувствовали, вы слышали. Ваше тело полностью отзывалось так, как будто это прямо сейчас с вами происходит. И вы полностью все проникали с благодарностью сверху и не жалеете интенсивности. Сделайте это максимально, выработайте на свое собственное состояние. И выберите одну вещь какую-нибудь простую. Например, зановение ветра. Или теплоту, которая вообще сейчас в ладонях. Или ощущение силы земли, которая поддерживает ваши ноги. Или возможность просыпаться, возможность дышать. Выберите три вещи, и по одной сфокусируйтесь на каждой. И максимально прочувствуйте все эмоции, которые вы чувствуете, когда вы действительно благодарны, что это есть в вашей жизни. Поехали. Как классно быть благодарны. Вещи, которые, может быть, вы уже и забыли, что с вами происходили, что-то, что, может быть, вы не ощущали, пока вы не сосредотачивались на этом. Выиграть осознанно, подумать о том, что вас наполняет. Чувствуйте по благодарности. Будьте ей в это время. Живите эту благодарность. Прямо до кончиков пальцев. Как здорово, а? Сейчас я начну считать. И когда я скажу три, вы откройте глаза и все эти положительные эмоции, которые вы создали сейчас в своей жизни, вы себя сами, вы заберете и будете их чувствовать. Но уже в своей жизни с открытыми глазами готовы. Итак, раз. Тотальные благодарности. Вы отдайте этому все. Последние секунды. Два. Почувствуйте предвосхищение, желание пропутиться и пойти с этим в жизнь, пойти с этим восприятием вашей настоящей жизни. Два с половиной. Три. Катя здорово. Три. Итак, я не знаю, был ли у вас звук, что вы слышали, что вы не слышали. Кто что почувствовал сейчас? Напишите в чате, что-то почувствовали вы, что-то у вас было. Звук хреновый, я понимаю, я отходил, я не знал, как далеко я стану, потому что я с закрытыми глазами. Напишите, что вы почувствуете. Офигеть, восторг, счастье, искушение. Окей, у меня такой вопрос. А что поменялось в твоей жизни? У тебя стало больше денег? Удалилась новая машина? Ааа, вот. То есть, получается, как быстро мы можем поменять сейчас состояние? Как быстро мы можем, на самом деле, поменять? И кто думает, на самом деле, что из этого состояния ты быстрее заработаешь на новой машине? Кто думает, если ты будешь каждый день испытывать это состояние, то ты быстрее будешь идти к тем вещам, которые тебя мешают, ты будешь идти боком напролом. Просто потому, что ты чувствуешь, что, блин, тебя распирает от желания получить от жизни то, что ты по-настоящему можешь получить, и ты испытываешь благодарность просто за факт жизни. Вот то, что я сейчас вам предложил, это мы даже по вертности не поцарапали. Это мы даже вообще ничего не сделаем, в связи с тем, что мы делали эти шесть дней. Просто, чтобы вам дать пример того, что можно делать. Это самая базовая, самая простая вещь. Окей, сказать вам еще что-нибудь, смеете воспринять? Кто хочет еще какой-нибудь прием, который можно реально использовать для управления своими эмоциями? Хочу к Тоне! Я вас понимаю, чуваки, я тоже хочу к Тоне, я только что 6 дней у него пробыл. Но еще больше я хочу улыбку в свою жизнь и внедрить туда все, что я здесь сделал. Реально создать тот шедевр, который я себе придумал. На самом деле, я не вижу, что люди некоторые воспринимают Тони Робинс, потому что там действительно очень интенсивные эмоции, люди там обнимаются, люди танцуют, люди отдают свое все. И знаете, это круто очень. Ну, это очень интенсивный опыт. То есть ничего такого интенсивного, скорее всего, в своей жизни вы очень давно не проживали. То есть я готов поставить деньги на то, что ничего такого интенсивного, мощного, яркого, сочного. Потому что эмоции – это и есть жизнь, на самом деле. Вот я готов вам поставить, поверьте, что вы давно уже такого ничего не чувствуете. Ну, блин, просто поверьте. И до сих пор, у него есть, у него и питабы, и все равно, но как бы это не так глубоко. Окей, еще один инструмент, который мы успеем рассмотреть. Сила фокуса. Сила фокуса – очень важная штука. Мы отчетно постоянно мы фокусируемся на разных вещах. И от этого зависит то, что мы получаем в жизни. Очень простое упражнение. Готовы сейчас делать? Ну, понятно, что звук плавает. На чем сейчас фокусируешься ты, Михаил, когда ты говоришь, что звук плавает? На чем фокусируешься ты, Михаил, когда ты говоришь, что звук плавает? И насколько это тебе помогает в своей жизни фокусироваться на том, чего у тебя нету, вместо на том, что у тебя есть? Ты можешь вообще сейчас сидеть и вообще сейчас заниматься другими делами, может быть, они будут классные вещи, но точно не получать какие-то новые знания, которые могут улучшить твое качество жизни. Но ты их получаешь, но да, с неидеальным звуком. или выпускается на то что работает развитие инопа что не работать напишите это работает или на то что они работают это не обведение еще раз это никакой 0 просто помогуйте понять как работает наш мозг все это делать все это дело на то что я только что звук рено вы elaborate на их в жизни работы так что мы есть а такжеонов с театр он родственник не нравится? Это простой вопрос. Потому что не работает, потому что если бы я сказал на то, что работает, я бы сказал, я фокусируюсь на том, как мне через этот хреновый звук какую-то полезную вещь от себя понять и как-то это применить. Окей. Это я объяснил, как работает сила фокуса. Потому что для успешного фокуса, для успешного фокуса, на самом деле, нужно знать три вещи. Первое. У нас всегда есть выбор. Мы фокусируемся на том, что у нас есть или на том, чего у нас не хватает. Либо то, что у нас есть, либо то, чего у нас не хватает. И как вы думаете, это повлияет на качество вашей жизни, если вы постоянно будете думать о том, что у вас есть и за что вы благодарны? Или вы постоянно будете думать о том, что у вас, блин, нету и вам этого не хватает? Кто понимает, что это повлияет на качество вашей жизни? Серьезно, напишите завтра. Конечно, влияет. Ок, а главное, от того зависит, на чём фокусируется, от кого это зависит? Кто принимает это решение? Может быть не осознанно, может быть спонтанно, но кто принимает по факту это решение, на чём фокусироваться? Ты принимаешь это решение, совершенно верно, но ты не думаешь о том, что ты это принимаешь, потому что мы живём в потоке, как говорится, событий, дел, они нас отвлекают, но ты каждую секунду, не осознанно, как ты дышишь, каждую секунду неосознанно, так же каждую секунду ты принимаешь решение, на чем фокусируется, на том, что у меня есть, за что я благодарен, или на том, что у меня нет, и почему мне не хватает, да как это хреново. И это повлияет на чувство, а чувство влияет на то, что ты сможешь делать, потому что состояние умыния не так много ты можешь сделать, состояние сопротивления от блости не так качественно ты можешь принимать решение. Кто понимает, о чем я говорю, напишите «да»? Окей, супер. Второй вопрос, который ты задаешь себе постоянно, хотя ты об этом не думаешь. Я фокутируюсь на том, что у меня подконтрольно, или на том, что вне зоны твоего контроля. Звук на вебинаре, температура в комнате, другие вещи, о которых ты думаешь, они находятся в зоне твоего контроля или вне зоны твоего контроля? Напиши в чате. В зоне зоны контроля находится звук на вебинаре, температура в комнате у Тони Робинси, какие-то еще вещи, о которых ты регулярно думаешь, и которые приносят те эмоции, которые ты выписал сейчас. Ну да, ты можешь отключить вебинар, ты можешь сказать, и там у меня этот звук не будет. Окей, но есть какие-то вещи, которые находятся вне зоны контроля, потому что мы не можем менять моменты. Поэтому если ты фокусируешься на том, что вне зоны контроля, на том, что ты не можешь поменять, например, что у нас что-то не то происходит в стране, или что рубль может обесцениваться, или, а вдруг с нами с детьми что-то случится, когда они вышли из дома, или, а вдруг меня завтра уволят, или, какой ухрен на вебинаре плохой звук. Ты не можешь на него повлиять, это догоняет тебе негативных эмоций. Кто понимает, что фокусируется на том, что ты не можешь поменять, скорее уменьшает в жизни, чем если ты можешь фокусируется на том, что ты можешь с этим. Да, то есть ты можешь задавать себе вопрос, что я могу с этим сделать, вместо того, чтобы задавать себе вопрос, блин, так плохо, что это так, и я ничего с этим не могу сделать, я страдаю и сопротивляюсь. Да, мы можем много или много, на что мы можем повлиять. Согласен. Ну, как бы самое главное, что может повлиять, это какое значение на определенном вещах. Третий вопрос. В настоящем, в прошлом или в будущем. Если твои мысли в прошлом, которые ты никак не можешь изменить, ты постоянно их прокручиваешь, ты будешь себя чувствовать лучше или хуже? Особенно, если в прошлом ты думаешь о том, что ты не можешь контролировать и о том, что пошло не так, как ты хотел. Согласен. Лучше ты будешь себя чувствовать или хуже? Хуже. Окей. Согласны? Чем, если ты будешь фокусироваться на том, что сейчас происходит твоя жизнь, что ты хочешь создать, на том, что ты являешься в зоне твоего контроля, то есть на том, что ты реально можешь реально сделать, а не ждать, что ты единица должна сделать вместо тебя или там за тебя или для тебя. И ты от них зависишь. И на том, что вот реально ты уже получаешь и так от жизни, ты доволен этим, с этой энергией дальше ты идешь что-то создать. Это даст совсем другую энергию. Это сила фокуса. Это второй пункт, который влияет очень качественно на наш эмоции. Третий пункт. Кто понял, как работает сила фокуса и как это влияет на наши эмоции? Напишите «да». Окей. Супер. Идем дальше. Потому что времени немного. Я хочу и сами успеть еще поделиться. Третье значение, которое мы получаем, вернее, третье вещь, которое имеет большое значение в наши эмоции – это сила значения. Каждый раз, когда ты сталкиваешься с любым опытом в жизни, ты подсознательно задаешь себе вопрос, что это значит. Плохой звук на вебинаре – что это значит? Это значит, что я получаю испытания, проверить свою терпимость, проверить свою нацеленность на результат, проверить себя на способность получать этот результат в любой ситуации и стать сильнее. Или это значит, что меня не уважают какие-то уроды, которые сделали хреновый звук, и я должен страдать из-за них. Быть жертвами – что я могу сделать? Там уже все равно хреново. Да, я могу закрыть ноутбук, но мне же хочется послушать. И так я уже вечер потерял. Это два примера разных значений, которые мы придаем ситуации, которые происходят. и каждая, каждая ситуация в нашей жизни, она получает это значение подсознательно, ребята. И от этого значения зависят наши эмоции и наши действия. кто понимает, о чем я говорю? Напишите «да». Окей, супер. Пару примеров. Первая мысль, которую я хочу вам предложить. Мне кажется, это будет такая растяжка. Ну, давайте подумайте. Я хочу вам предложить, а что если в твоей жизни не бывает такого понятия, как объективная проблема? Что если в жизни вообще не бывает объективных проблем? Проблем с объективной точки зрения. Кто согласен, напишите «да». Кто понимает, о чем я сейчас говорю, напишите «да». Потому что проблема – это ситуация, когда ты делаешь вывод из какой-то ситуации, что она не должна была случиться. Ты согласен? Все, что ты принимаешь, что оно должно было случиться, потому что это нормально, ну, как бы, это, может быть, я бы не хотел этого, потому что это дискомфортно, ну, как бы, это не может случаться. Это уже не проблема, это задача. Это вызов. И вызов приходит для чего? Для того, чтобы стать сильнее. Что если в каждую неприятную ситуацию, ты будешь смотреть как на вызов, который пришел для того, чтобы стать сильнее. Как это поменяет твою жизнь? Как это поменяет твое состояние? Как это поменяет твои действия в моменте, когда каждая неприятная ситуация – бах, звук плохой. Это вызов. Могу ли я получить качественный результат, несмотря на хреновый звук? Где еще в твоей жизни есть какие-то вещи, которые не идут так, как ты хочешь? И какой вывод ты делаешь? Ты принимаешь это как вызов? Или ты сопротивляешься этому как проблеме? Да, кто-то выбирает передать значение, что ребята, это вообще из Майами. Мы вообще, блин, с другого континента сейчас по нему получаем какой-то контент бесплатный. Какого-то чувака, который мог покупаться. Старавших там, не знаю, зачем-то. Кто такие мысли в голове крутит? А кто крутит мысли? Блин, я пришел, я вечер потерял, почему мне не дали нормальный звук? На что еще это влияет в твоей жизни, это значение, которое ты передаешь вещам? Это вопрос я тебе задаю, ты можешь подумать. На что будет влиять такой вот вопрос в себе, который ты задаешь, когда ты передаешь, какое значение ты передаешь вещам? Например, очень простые примеры я вам пока дам. Вы едете за рулем, да? Кто из вас водит машину? Напишите, да. Есть автолюбители, всем привет, автолюбители. От автолюбителей. Вы едете за рулем с утильцами, и кто-то вас подрезает. Подрезает. Какое значение вы продаете этому событию? Какое значение? Какие мысли сразу в голове? Напишите в чат. Там сразу подрезает. Вы помните, когда это было в последний раз. Что вы думаете об этом? Козел, вот сука, молодец, пидорас, желачный человек у счастья. Человек спешит, чувствует угрозы. Видите, разные значения. Если ты думаешь, вот сука, это будет значение. Если ты думаешь, блин, ну, наверное, ему надо. Ну, наверное, он спешит. Это будет другое значение, правда? Это происходит неосознанно. Мы можем взять контроль над этим. Мы можем взять контроль над этим. Я вам расскажу, как это можно сделать. Ну, лучше, конечно, что не Ольбинс расскажет, но я коротко тот расскажу. Смотря на сколько жестко подрезал, ты, Лев, смотря на то, в каком состоянии ты был в этот момент. Если ты уже с утра поругался с женой, если ты не выспался, если ты начальник пригрозил увольнением, то, наверное, состояние уже подорвано. Твою брешь пробить легко. И даже небольшой противник, который приходит к тебе в виде этого человека, он пробивает тебя, и падаешь, срываешься прием. Если ты находишься на подъеме, если ты испытывал благодарность последние 10 минут проактивно за свою жизнь, то ты думаешь, блин, ну, наверное, человек спешит, ничего страшного, я понимаю. Наверное, у него в жизни не все классно складывается, поэтому он действует так, как ему выгодно, и не думает о других, но он не специально, он просто, ну, у него нет ресурсов сейчас. Каждый человек действует самым лучшим образом с теми ресурсами, которые у него есть. на данный момент времени. А самое главное, ребят, мы едем за рулем вот в таком состоянии, мы приезжаем в офис, как мы себя будем дальше там вести, как мы себя будем чувствовать, кто пострадает, тот человек, который нас подрезал, или я пострадаю. Напиши, кто пострадает, если ты будешь в таком значении воспринимать какие-то вызовы, которые тебе жизнь предлагает. То есть это вызов, это вызов на проверку способности чувствовать радость и благодарность, несмотря на неблагоприятные события. Раздражительно. Да, с какой результат у тебя будет в жизни, Вячеслав, если ты так будешь действовать? Вот твоя работа. Получишь ли ты какую-то симметричную обратную связь? Давление рождает сопротивление. Получишь ли ты обратную связь? Ну, мы не знаем, круто ему или нет, но явно наша злость его никак не задевает. Не задевает ли она нас? Очевидно. Да? Да. Как держать себя в руках? На силе воли, Вячеслав, это не работает. Сила воли – это очень небольшой такой временный ресурс. Сила воли – это аккумулятор, она выпускает механизм. Но ты не можешь все время ехать на аккумуляторе. Есть система у нас в голове, которая каждый раз интерпретирует все события. Система ценностей и система правил. И на семинаре мы разбираем эти ценности очень глубоко. То есть ты реально выворачиваешь наизнанку всю твою систему предприятия и понимаешь, блин, для меня на первом месте важно уважение. И когда меня не уважают, я выхожу из себя, потому что это самое главное в моей жизни. И для меня, когда меня уважают, я считаю, что меня понимают, меня уступают, меня со мной считаются и так далее. Это – бам! Он меня влетел на первом месте. Будет ли жизнь такого человека отличаться от жизни человека, у которого на первом месте благодарность? Или на первом месте любовь? Или на первом месте вера? Что все происходит так, как должно происходить, что он на пути, что его ведут к его цели? Будет ли это отличать? Ну, как бы менять жизнь человека, если вот эти ценности будут по-разному в голове? Напиши в чате, как это будет менять, если у тебя ценности будут, например, у тебя будет ценность уважения, или признания, или значимость, или будет ценность любовь, или будет ценность радости. Но самое главное – это радость. Это будет менять события вокруг. Это точно будет менять твой опыт, связанный с этими событиями. События могут не поменяться. Микрофон у меня, к сожалению, а может быть и к счастью, не появится. Но то, что это точно будет менять, это то, как ты себя будешь чувствовать, и то, как ты будешь действовать потом, исходя из того, как ты себя чувствуешь. Потому что кто-то, кто разозлился на этот звук, он уже давно закрыл крышку своего ноутбука, ушел, и он с нами нет, и он того, что мы сейчас обсуждаем, не получил вообще. И поменяет ли это его жизнь каким-то образом, что он это не получил, а новый получил? Я думаю, что мы можем как-то поменять. Супер, поздравляю. Вот, да, запись будет. Вот, соответственно, получается, что мы придаем значение вещам, потому что уже система оценок в виде ценностей того, что нам важно, и того, как мы принимаем решение относительно того, что нам важно, что не важно. Например, может быть, ценность – радость номер один. Я хочу испытывать радость – это самое важное в моей жизни. Радость – это все. Но испытываю радость когда? Я испытываю радость тогда, когда все в моей жизни идет, как я хочу. Будет ли такой человек радостный в жизни, как вы думаете, да или нет? Будет ли человек радостный, когда у него в голове прошито правило, что радость в его жизни только связана с тем, что все происходит так, как он хочет? Нет, конечно, к сожалению, никому сочувствую к такому человеку, ребята. Он не будет счастлив. А у другого человека, говорит, прошито правило, что радость для меня – это чувствовать просто себя живым. Этого достаточно. Как только я чувствую себя живым, я уже радостный. Потому что, блин, я живой. Ну это же хрена. Будет ли это менять, жизнь такого человека? И, Лен, да, интеллектуально мы понимаем, что мы счастливы от рождения, нам всем везет, мы живем в хорошее время. Интеллектуально. Но одно дело – это понимать, потому что есть три уровня знаний. Первое – я понимаю. Ну да, я понимаю, что для того, чтобы забить мяч, нужно ударить по нему правильной стороны, ногой, и тогда он улетит по нему же траектории и попадет в ворота. Но насколько это означает, что я могу это сделать? То есть интеллектуальное понимание – это хорошо, чем если его нет. Но это такой первый уровень знаний. Согласны? Кто согласен? Напишите, да. Первый уровень знаний – интеллектуальное понимание, что да, мы все от рождения должны быть радостными, потому что мы счастливы и так далее. Окей. Второй уровень знаний – это ощущение. Когда я получил ощущение того, как это работает, когда я ударил по мячу, когда я увидел, как он летит, когда я услышал, как он… когда я прочувствовал это все, то есть это через мои рецепты попало в мою жизнь ногу. Я получил за жизнь ногу, как это работает. Это второе – это ощущение. И третье уровень знаний – это когда это у тебя в теле на автомате, когда ты не задумываешься это делать. Это третий уровень знаний. Это после того, как ты практикуешь достаточное количество раз. Это только кто не дает эту информацию, я предсказываю его взгляд. Мне кажется, это прикольная такая градация. Вот. И, соответственно, первый уровень – это понять, что да, классно бы иметь наверху полезные ценности, радость, любовь, удовольствие, вклад в жизнь или развитие. И классно бы иметь наверху такие правила, которые сделают эти ценности легко, достижимы. Я проснулся, я уже радостный. Я подумал с любовью, я весь пропитался любовью. Вместо того, чтобы напротив этой ценности любовь было правило, я чувствую любовь, когда весь мир меня любит, причем постоянно, причем безусловно. Будет это в жизни происходить? Не будет. Но поскольку это такое ценность, человек постоянно живет в поле, потому что ценность недостижима, он чувствует, что у него в жизни нет смысла. Кто понял вот этот процесс? То есть есть ценности – любовь, счастье, уважение, уверенность, надежность, настойчивость и так далее. А есть правила, по которым мы эти ценности считаем, они выполнены или не выполнены? Кто понял? Напишите. Да, я понял. Супер, мне нравятся скрытые знаки, класс. Ребята, обнимаю вас всех. Я не зря хотя бы не купаюсь, а с вами без времени положил. Окей, класс. Значит, ты знаешь, что происходит? Дальше оттуда все берется? Почему у одного человека прописано одно правило и одна ценность наверху, а у другого – другое? Он что, это выбрал сам или это случилось с ним? Как это происходит обычно? Как вы думаете? У кого какие догадки? Оттуда берется вот эта система иерархии, система восприятия? Это, фактически, это ваш софт. Это ваш софт, который стоит в вашей голове и управляет всем вашим организмом. Это ценнострирует восприятие, которое идет через органы восприятия, расставляет значения, что-то пропускает, что-то не пропускает и меняет ваши чувства. Чувства меняют натуру, собственно, что издается в вашей жизни. Потому что все, что мы делаем в жизни – это реально чувства. От родителей есть опыт. Окей, согласен. Часто этот опыт, скорее, первый, да, потому что первый раз ты что-то увидел, ты какой-то вывод сделал, ты сказал, о, блин, да, наверное, это вот… Я пошел, был маленький, пошел ночью гулять, на меня там хулиганы напали, я там как-то от них еле отбился, но очень испугался. Я понял, что безопасность – это, блин, важно, а мир – это небезопасная штука. И у меня база, по-моему, ценность безопасности наверх. Я уже давно взрослый человек, у меня уже есть все ресурсы, чтобы меня защитить, но потому что ценность безопасности в топе, а правило такое, что я получаю безопасность, когда я уверен на сто процентов, что со мной ничего плохого не может случиться. Может ли такая уверенность прийти в жизни, когда-нибудь, да или нет, напишите. Что я вот сто процентов знаю, что со мной никогда ничего плохого не случится, и никто меня не обидит. Может ли такая уверенность прийти у какого-то человека? Нет, это очень сложная ситуация, ты не можешь это контролировать, это за пределом этого контроля. Соответственно, если такое правило стоит после этого инцидента с хулиганами, то дальше ты будешь каждый раз думать, блин, я сейчас что-то делаю, а сколько я на сто процентов безопасности? И ты, наверное, будешь делать чуть меньше в своей жизни вещей, чуть больше будешь ограничивать свой потенциал, который ты создан. Почему? Потому что у тебя случилось какое-то событие, которое давно прошло, в котором нет реальности, которое случилось 35 лет назад. И ты бы маленький беспрошлённый ребёнку, который вообще не понимал, что происходит, но который сделал какой-то вывод. И этот вывод засел в подсознание, и теперь с этим выводом ты подходишь со своим фильтром, накладываешь вывод на все события в жизни, когда уже совсем другая ситуация, ты что-то делаешь, не помогаете достичь цели. Кто понимает, о чём я сейчас говорю, напишите «Да». Безопасность – база – это отредность, но не всегда она на первом месте. И потом есть несколько способов достичь безопасности. У кого-то правило безопасности может сказать «Я чувствую себя в безопасности, когда верю, что в жизни всё, то есть ничто не поглажает, то есть нет никаких рисков для меня». Это одно правило, его очень сложно достичь. А другое правило безопасности будет звучать так «Я чувствую себя в безопасности, когда ощущаю веру, что за мной будет всё хорошо, и что я на пути, и что у жизни есть высший смысл от меня, или у Бога есть высший смысл от меня». Это тоже безопасность, но она базируется в другом правиле, которые ты можешь сам имплементировать достаточно легко. Просто ощутить примеру. И как вы думаете, что мы на самом деле в жизни контролируем? Люди, у которых важный безопасность на первом месте, вы каждый день выезжаете ехать на машине, в автостраде. У вас есть разделительная полоса. И вы едете на встречку за машиной, а вы едете по своей полосе. Насколько вы уверены, что со встречной полосы в вас не влетит автомобиль? Что реально вас защищает? Это просто мысль в голове, что эта полосочка должна свободить. Но нету никакой стены, нету никакой гарантии, что человек напротив не пьян, нету никакой гарантии, что человек напротив не сумасшедший. Это просто вера. Просто я считаю, что это должно работать. Иначе я бы дома не мог выйти. То есть альтернатива сидеть дома гораздо более пугающая. Поэтому я принимаю решение и верю, что со мной все будет в порядке. И на основании этого решения я выхожу, сажусь за руль и еду. Это просто решение считать себя в безопасности на том уровне, что я просто верю, что я в безопасности. Или считать, что, ну блин, я не в безопасности, пока я не вижу конкретных гарантий, что я в безопасности. Я их не может быть, поэтому я все время чувствую себя тревожным. Поэтому я максимально ограничиваю жизнь, потому что сам безопасный человек, а человек, который накладывает. Кто понимает, о чем я сейчас говорю? Что происходит на «Date with Destiny»? Окей, и мое предположение, что твой опыт в этом восприятии реальности, ценности и правил, которые прописаны, он случился, ну как бы хаотичным образом. Это были просто какие-то события, были какие-то люди. Ты был маленький, ты вообще не понимал, что происходит. Ну ты сделал какие-то выводы, ты забыл. На основании этих выводов ты живешь. И вот что происходит на «Date with Destiny», на этом семинаре, то, что мы это все реально раскрываем, ты понимаешь, что у тебя там проинсталировано, какие правила, какие ценности ты нахватал из мира, и ты говоришь, бля, теперь я сделаю свои ценности, свои правила, которые будут меня вести в жизни туда, куда я хочу вести. То есть ты проходит полный апдейт своего софтвера. Если кто-то поставил Windows 30 лет назад, он его будет обновлять, когда будет новая, более эффективная, более актуальная прошивка. Но свой мозг не обновляет. Мы живем с тем софтвером, который поставил трехлетний, шестилетний, десятилетний ребенок, который вообще жил в других ситуациях, в которых были другие ресурсы, который до конца не понимал, что это не было какого. И просто поскольку эти события были достаточно эмоционально заряжены, мы о них забыли, но они продолжают нас контролировать, потому что мы эти ценности несем в голове. И то, они это уникальны. Многие пытаются это сделать, психологи, психотерапевты, куча людей, ты должен ходить годами, лежать на кушетке, разбираться с этим и так далее. Куча стратегий есть, медитировать. И может тебе тоже классно это приносит свой эффект. Но фишка тоже не в том, что он идет очень быстро. Очень быстро и очень глубоко. Очень быстро, очень глубоко ты получаешь доступ к своему ценностю, ты видишь, реально вот оно тобой управляется, создаешь реально новые ценности, ты их программируешь себе в мозг, и все, и все, и все, и все. И реально за шесть дней ты получаешь такой мощный заряд, который позволяет тебе это сделать. Дальше, конечно, это полезно поддерживать, понятно, как это делать и так далее. Приведу вам пример до конца, чтобы было понятно, что такое ценности и правила вашей жизни. Кто-нибудь видел когда-нибудь, как привязывают слонов? Может кто-нибудь слышал про эту притчу, но я вам расскажу. Слоны, огромные животные. Их привязывают, ребята, вот так. Вы думаете, тут должен быть канат, тут должен быть огромный вообще цепь, потому что он может дернуть ногой, он тут же разорет эту старую непонятную веревку. Ну, их привязывают вот так, маленькой веревкой. Почему? Кто знает почему? Пишите в чат. Потому что в детстве маленький слоненок, его привязывали этой веревкой. В детстве он не мог ее разорвать. Гвоздь я не вижу. Мне кажется, гвоздь ты видишь. Ну, не важно. Гвоздь я не вижу. А что, если это твой страх за все живое, твое сочувствие, которое понятно делает тебя теплым человеком, заставляет тебе больше тревожности, чем результаты. Да, может быть, иногда. Что, если эта штука сработает? Вот. То есть в детстве у слоненка маленького сложилось убеждение, что веревку порвать нельзя. Он пытался, пытался, но не получалось, он забил. И у него в мозгу прописалось, что веревку вам взорвать нельзя. И дальше он вырос, он стал огромным слономом, но по-прежнему он с этой веревкой, ну, как бы, не справляется. Он живет в тюрьме. Я мог бы убежать. Выучено беспомощно. Совершенно верно. Это то, как мы живем нашу жизнь. Да, это то, как мы живем нашу жизнь. Вот эти вот, третий принцип, который я вам сейчас развернул, да, это вот значение, которое мы подаем вещам, мы подаем его через набор ценностей, через набор правил, которыми мы сами принимаем решение. Ценности достигнут или не достигнут. А на что влияет, достигается ценность или нет? Ну, очень просто. На удовольствие и на боль. Есть у нас ценности, которые мы хотим получить от жизни, потому что это важная вещь, там, радость, счастье, любовь и так далее, признание. Мы это получаем, испытываем удовольствие. Мы получаем, испытываем страдание. Есть ценности, которые мы хотим избежать, потому что это очень неприятное состояние, чувствую, там, страха, беспомощность, опустошенность, рестрация. И там тоже есть правило. Например, я чувствую себя тревожно каждый раз, когда я ухожу на улицу. Или я чувствую себя тревожно только если я постоянно сижу и, там, часами наблюдаю, как страшно жить, вместо того, чтобы помнить, что, на самом деле, у меня есть жизнь и судьба, которая меня ведет и защищает. Вот пример двух разных правил. Для одной и той же ценности. У кого тревожности будет в жизни больше? У человека, который живет с правилом, что каждый раз, когда я выхожу на улицу, я испытываю тревожность. Не особенно правило, он просто это решит. Он вышел один раз на улицу, было страшно, и он так решит. А второй человек осознанно взял и поменял, сказал, нет, мне что-то правило не нравится, оно мне мешает, дай-ка я напишу что-то получше, поменее. Ну, например, только если я сижу с утра до вечера дома, испытываю страх и трясусь. Только в этом случае я испытываю тревожность, потому что я забыл, что на самом деле у меня есть судьба, которая меня ведет. То есть ты устраиваешь правила, правильный ответ. И тогда ты будешь тревожность спитывать гораздо реже, тогда ты можешь действовать более эффективно в своей жизни. Вот этой работой мы занимаемся. На семинаре Тони, вот очень подробно, вот у нас через это все проводил, пять тысяч человек, сработали состоянием, меняли свои правила, фактически делали перепрошивку своей головой. То есть это очень глубокая, прикольная работа. И она качественно меняет результаты, которые у тебя в жизни, качественно меняет эмоции, которые ты испытываешь и так далее. Я вам дам еще несколько идей, которые могу вынести. Стресс приходит от ложных мыслей, в которые мы поверили настолько, что даже не подвергаем их сомнению. Ты живешь, ты неорганизованный, не музыкальный, что ты не можешь и так далее. Это просто мысль, которую ты в какой-то момент забыл, что ты просто ее поверил, ты придал ей значение. Хорошая, вот запишите эту фразу, это может вам помочь. Человек, который умеет думать, да, у нас ситуация, она думает. Хорошая новость из этого, что раз мы можем думать, то мы можем передумать. Мы можем начать думать по-другому. Мы думали, а потом мы передумали. У кого в жизни было такое, что он был в чем-то уверен, что он считал, что да, это так, это 100%, бац, что-то случилось, что-то ему сказал, что-то он столкнулся с опытом, или просто дошло. И он просто передумал, он просто сказал, ну, я думаю, похоже, я заблуждался. У кого такое было, напишите в гавче? Супер. Повлияло ли это на ваши жизни, эмоции, которые вы стали испытывать? Да, конечно. Так вот, процесс можно взять под контроль. На семинаре мы это делаем как раз. То есть, что у нас ведет через этот процесс? Мы смотрим, какие убеждения для нас работают, мы их, например, осознаем. То есть, у тебя повышает состояние, когда эти убеждения ты можешь осознать. Потом ты смотришь, какие у тебя правила стоят, которые эти убеждения, ты, значит, тебе помогают получить или нет. Эти ценности, извиняюсь. И дальше эти ценности мы начинаем менять под себя, и убеждения, которые не работают, фактируют, а которые работают, закинуть внутрь. Как это делать, я вам сейчас расскажу, ну, что вы могли это сделать и без семинара. Ну, конечно, на семинаре это совсем другой эффективность, потому что там все атмосферы на этом, 5 тысяч человек делают, там, у тебя ведет через этот процесс, в другом. Я вам сейчас расскажу, как это сделать. Итак, стресс связан с этими мыслями, которые у нас не работают, но которые мы бы каким-то образом решили считать, что они правильные. Что еще я вам успею сказать? Ну-ка, перед тем, как рассказать, как менять это все. Ну, да. Да, то есть, вот эта мысль, о которой я уже говорил, но на всякий случай, потому что она вряд ли сильно мне засела, как инсайд, я так не думал. Проблема – это признак жизни. Мы стремимся избавиться от проблем. Но не надо просить избавления от проблем, потому что избавление от проблем означает конец жизни. Каждый раз, когда ты живешь, у тебя есть какие-то проблемы. Проблемы – это ситуации, которые вызывают дискомфорт, которые ты пока не знаешь, как разрулить. И то, что они у тебя есть, означает, что, слава Богу, я тебя поздравляю, ты живой. Ты напрягаешься, ты вырастаешь, ты разрулишь ситуацию, появится ли потом другая проблема, которая выходит у тебя за пределы твоего контроля. Конечно, появится. Ты был на студии, у тебя были одни проблемы, ты пошел на работу – другие проблемы. Ты стал начальником – проблемы выросли. Ты научился справляться – проблемы выросли. Ты таким образом развиваешься. Для чего нужны проблемы? Проблемы нужны для того, чтобы вы могли расти, становиться сильнее, чтобы потом носить больше пользы себе и другим. Что, если ты так будешь смотреть на все проблемы в твоей жизни? Что все, что происходит в моей жизни, все, что мне пока не удается решить – достойный соперник. Возможность как-то подумать, как я могу поменять свое восприятие, как я могу прекращать свои навыки, как я могу найти стратегии, ресурсы для того, чтобы с этим разобраться. Потому что то, что мы достигаем, как вы посмотрели в самом начале, оно не так долго нас заряжает. Но то, кем мы становимся в процессе этого достижения, вот это действительно мощная штука, потому что я стал сильным. У меня появились дети, у меня появилось больше проблем, да, Виня? Появилось больше проблем. Но стану ли я сильнее, если я научусь с этим проблем справляться? Да, я стану взрослее, я стану ответственнее, я стану более любящим, я стану более принимающим. Дети – самые лучшие тренировки. Родители – это собрать. Вот, поэтому, если вы… А что, если вы будете смотреть на все проблемы в вашей жизни, как на то, что они помогают вам расти, развиваться, и становиться лучшей версией себя? И хорошая новость, что прогресс вообще, развитием, оно автоматически улучшает ваше национальное состояние. Потому что в природе есть только состояние. Либо ты развиваешься, либо ты деградируешься. Вода либо течет, либо становится болотом. Человек – часть живой природы. Либо он развивается, либо он деградирует. Если он развивается, он чувствует себя классно, потому что это движение, это как вода, которая течет. Если он деградирует, ну, он чувствует себя хреново. В нем, получается, другие движения, там, микробы, бактерии начинают там всю работу. Это в болоте, да, обычно такая течуха происходит. А то же есть жизнь. Просто это не та жизнь, которая является совместимая с вашими целями. Поэтому если ты смотришь на проблемы, что, блин, классно, у меня есть клевая проблема, сейчас я разберусь с ней, зато стану кем-то сизым, кем-то более смелым, кем-то более ответственным, любящим. Это одно восприятие. Другое восприятие? Проблем? Я не хочу проблем. Супер, я тебя поздравляю, что ты выйдешь зачитать по губам. Ну, что я могу для вас делать? Давайте верну наушник еще раз, хотите? Как сейчас, лучше? Лучше сейчас? Hello? Отлично. О, да, лучше. Тоже звук, да? А, лучше. Просто я сначала сказал, что наушниках хуже звук. Да, блин. Ребята, вот я вам сейчас еще одну тему расскажу. Готови, пристегните ремни. Пристегните ремни сейчас, ребята. Вы сейчас прям... А что, если эта проблема со звуком была нам нужна? А что, если эта проблема со звуком действительно была большим смыслом, который был послан нам для того, чтобы понять, что это в нашей жизни? Как много тем мы смогли понять просто благодаря этой проблеме. Мы смогли понять, на чем мы обращаем внимание. Мы смогли понять, как мы себя ведем, когда что-то нам не нравится. Мы смогли понять, что действительно происходит, когда внешние ситуации случаются в жизни, и мы на них фокусируем внимание. Мы смогли понять, что можно разные значения придавать. Что, если это был высший смысл, который мы не видели, потому что считали, что жизнь должна идти так, как мы решили? Что, если все проблемы в твоей жизни, на самом деле, это высший смысл? Что они посланы тебе для того, чтобы дать тебе высшее знание, высшее понимание, способность быть лучшей версией себя, способность фокусироваться на том, что тебе помогает? Что, если ты, посмотря назад, заметишь, блин, оказывается, это была не проблема? У кого в жизни были такие ситуации, когда у него что-то случалось, и он был недовольный, он был целый, жизнь шла не так, как он хотел, а потом, обернувшись через несколько лет, может быть, через пять, может быть, через десять, может быть, через пятнадцать, он сказал, блин, это было самое лучшее, что случилось со мной. У кого в жизни такое было, напишите, да. На семинаре Антони люди встают с такими проблемами, что наш звук, ребята, нервно курит вообще в коридоре. Люди встают с ситуацией, не внасиловали, ситуации, когда, будучи подростками, они сбили людей нас, ситуации, когда они бездомные были. Я помню, суицид, ну, то есть там вообще такие вещи люди встают. И буквально за пять, ну, за десять, за полчаса, кто не помогает им увидеть, что даже эта, блин, корежившая жизнь оказалась проблема, она на самом деле является его ресурсом, человек, который испытывал насилие, через это насилие он может понять, что, блин, оно в прошлом, я могу контролировать свой опыт. Была девочка, ну, это вообще потрясающе, конечно, был опыт. Был, вначале, разговор у Тони, там, полчаса, да не, больше, там, что-то, полчаса, часа два, наверное. Встала женщина, часа два, она ему рассказывала, что вот, тридцать три года назад меня изнасиловали в магазине, она так рассказывала, мы все там, ну, прям, ну, сочувствовали, ужасно, конечно, ну, что ты скажешь, ну, как бы, ну, это ужасно, это ужасно. И она вот это все рассказывает, как она, значит, живет тридцать три года с этими мыслями, и как она своим мужем мучает, и так далее, и так далее. Вот. Слышно мне говорят, что можно отпустить, но если любой хуй слышно, скажите, я прижму опять микрофон к себе. Вот. И, соответственно, вот она это все рассказывает. Повлияла вот эта жизнь на ее жизнь, вот это, что она живет в таких мыслях, да, повлияла. Он говорит, я тебе сочувствую безумно, я бы нахрен этому уроду голову открутил. Как лучше, все-таки буду держать микрофон поближе. Вот. Но он говорит, ну, как бы, послушай, это случилось тридцать три года назад. Никакого изнасилования в твоей жизни сегодня нет. Более того, в твоем организме не осталось ни одной клетки, которая была изнасилована, потому что клетки обновляются в среднем за семь лет. Нет ничего материально-физического, притягивающего тебя к этому опыту. Но что есть? Есть мысль в голове, и эта мысль тебе дает реальные конкретные эмоции. Каждый раз, когда ты вспоминаешь изнасилование, ты понимаешь картинку, ты понимаешь значение, которое ты предала, я слабая, я там, мной могут воспользоваться, там, жизнь ко мне там неблагосклонная, я не могу доверять людям и так далее, ты каждый раз начинаешь закономерно чувствовать эти хреновые эмоции. Если я буду эту картину крутить, я тоже буду эту картину крутить, я тоже буду хреновым эмоциям. Просто если я буду постоянно представить какую-то картинку, где я слабый, где жизнь обо мне не заботиться, где меня там напрягают, я буду себя чувствовать очень хреновым, потому что это логичная реакция мозга на такой процесс. Чувства правильные, но причина этих чувств, это мысль в голове. Да, конечно, блин, ни в коем случае никто никогда в жизни не будет оправдывать изнасилование, это ужасно. Это ужасно, вопросов здесь даже быстро нет, это просто ужасно. Но вот ты сама себя насиливаешь уже 30 лет, и после того, как она два часа ей показывала, с помощью разных упражнений, разных техник, он много чем умеет менять, восприятие. Это то, чем мы занимаемся, меняемся восприятием. Встала девушка и сказала, блин, я поняла только, что у меня была ситуация, она рассказала, что меня изнасиловали, и я тоже жила, и была жертвой, и обменял, и потом я злился, потом я не доверял мужчинам, потом я находилась в стрессе, и так далее. Но я сейчас поняла, блин, это же я просто сама себе делала, и сколько я потеряла, и сколько других мужчин, с которыми вообще, ну, никак нет связи никакой с этим опытом, как я портил отношения с ними. Я сказала фразу, она до сих пор прям, а я прям сидя глубоко, она сказала, как бы на английском, я сказала на английском, потом переведу, потому что на английском она имеет свой сок, она говорит, you can be a victim, you can be a survivor, or you can fucking move on. Это было так сильно, то есть ты можешь быть жертвой, ты можешь быть человеком, который справился с изнасилованием, чувствую себя гордо, и ты можешь просто нахрен идти дальше, просто нахрен забыть это, если просто нахрен выкинуть из головы, просто принять этот опыт, который закончился, он прошел, все, айцово, у тебя в голове это больше нет, если ты сам не будешь это помещать туда. Наша интерпретация жизненных опытов, это то, что делают наши жизни, не сами события, потому что я вам покажу человеку, у которого были такие события, что нам с вами не снилось, он с правильной интерпретацией, он чувствует себя совсем по-другому, счастлив, реализован, и зарабатывает кучу денег, дети, семья. Наверняка вы этого человека знаете. Вот такого, Ника Луччи, знаете такого человека? Какую интерпретацию можно было придать, когда ты рождаешься без рук без ног? Ты ни к чему, ты никому не нужный, тебя никто не коррекует любить, тебя не будет семьи. Или можно сказать, блин, это возможность для меня, потому что если через это я смогу найти любовь, если через это я смогу найти смысл в жизни, если через это я смогу понять, как себя реализовать, то я смогу каждого вдохновить, каждого вдохновить. И я с безумным сочувствием отношусь к этой девочке, которая испытала это, но никому не пожелаешь. Но именно благодаря этому событию, этому изнасилованию, она сказала, блин, я знаю, чем я теперь займусь. Я пойду к женщинам и расскажу им, что не нужно думать, что вы жертвой или справившаяся из изнасилований, нужно просто эту мысль стереть и просто идти вперед, потому что у тебя нет никакой привязки к этому событию. Бах, прошло, все, до свидания. И вы можете это легко сказать, сложно сделать, это легко сделать. Это требует просто решения. Просто решения. И определенного процесса, когда ты решения встраиваешь в свое тело. Об этом процессе я вам сейчас расскажу. Кто понимает, о чем я говорю, скажите «да». Окей, что это дает в твоей жизни, понимая, что какая бы ни была негативная мысль, какой бы ни был негативный опыт, какая бы боль у тебя ни была в голове, ты можешь просто сказать «все». Все. Почему «все»? Потому что я так сказал. Потому что моя голова, мои правила. Потому что я решил, что я буду жить с другим взглядом на вещи. Ты идешь вперед. И дальше что происходит? Как только ты живешь с этим взглядом на вещи, сознательно, какое-то время возникает привычка. Ты начал водить машину, тебе было сложно. Ты не знал, как перепутать педали, как крутить руль. У тебя была куча страха, куча напряжения и так далее, и так далее, и так далее. А потом в какой-то момент ты научился. И потом это стало автоматичным. Сейчас ты можешь водить машину, разговаривать с соседом даже. Или слушать музыку. То же самое и здесь. У тебя есть привычка думать определенным образом о себе, о людях. О событиях, о ситуациях, о цене, пропускать через определенные фильтры. Это бессознательно. Ты сначала осознаешь, какие фильтры, через что ты пропускаешь, какие у тебя ценности, как ты отлучаешься, какие у тебя есть умреждения, которые тебе не помогают. Не помогают. И потом ты говоришь, блин, мне тебе обучение не помогает, я, пожалуй, буду их менять. Как быстро я могу их менять? Вот так. И прямо сейчас я начинаю смотреть на вещи по-другому. То, что я видел как проблему, я вижу как дар божий. Все, что происходит в жизни, это дар. Потому что с помощью этого мы становимся теми, кто мы есть. У меня был такой инсайт мощный. Мы там был процесс, когда мы в детстве возвращались. Мы вспомнили свое детство. Я поверил в детстве. Я вспомнил, у меня была в жизни такая ситуация, когда мне было, может, 5-6 лет. И я залез на столб, такой, дети там лазили по столбам. И мы с папой гуляли, я залез и испугался. Ну, внизу, сейчас, как я вспоминаю, метров 10, хотя на самом деле надо было метров 2. Ну, я не знаю. В общем, высоко, типа, я на столбе. Вот помню прямо этот момент. И я заплакал, я испугался, потому что наверх было понятно, как лезть, а наверху нет. А папа, ну, а внизу, ну, соответственно, как опуститься, я уже не знал. А потом он зазлился, вышел из себя, начал кричать. Ну, как бы он был, может быть, он опаздывал. Может быть, ему было некомфортно, что у него сын такой слабый и так далее. Вот, и я испугался еще больше спускаться, потому что там еще папа кричит. Ну, то есть, это был очень стрессовый опыт. И с тех пор я чувствительно очень к агрессии, к крику. Я не люблю, когда на меня кричат и так далее. Метеропивость низкая, нервы давления, сопротивляющая. Себя очень сильно виню, когда выхожу из себя и начинаю на кого-то кричать. И, соответственно, не могу справиться с этим. Это такая петля. И когда мы делали там один процесс, когда мы разбирали эти опыты детские, я вот этот опыт вспомнил, я понял, что, блин, на самом деле это позволило мне развить сочувствие и доброту. Потому что, понимая, как это плохо, когда на кого-то кричат, я научился обращать внимание на чувства этих людей, учитывать их, осознавать, подстраиваться под них. И это позволило стать тем, кто есть сейчас, делать работу, которую я делал как бизнес-тренером, быть в продажах. Потому что это навык, потому что, в противном случае, когда, ну, у меня не было этого навыка, я бы не понимал, что чувствует другой человек, когда на него кричат. Или когда на него не кричат. У меня не было этой дистинкции в голове. То есть, по сути дела, мой бедный папа, который чувствовал себя, конечно, виноватым, научил меня доброте в этом. Но учил меня доброте через высший смысл вещей, которые мы не понимаем, когда они происходят, но понимаем, через какое-то время короборачиваясь назад. Это было так сильно, я думал, блин, офигеть. И реально в жизни у нас происходят события, которые мы своим ограниченным восприятием интерпретируем как что-то неправильное, сопротивляемся этому, когда можно посмотреть на них с более высокой точки зрения и реально понять, что это же был дар, на самом деле, для этого, чтобы позволило стать тем, кто есть сейчас. Кто вспомнил уже сейчас какие-то события, которые в жизни были, которые он считал неправильными, которые можно поменять интерпретацию, знаете, когда вы уже напишите в чат, напишите, да, я вспомнил. Окей. Если можете, напишите вкратце, потому что интересно, что вы вспомнили, как вы можете поменять свое восприятие. Поделитесь коротко текстом, что вы вспомнили, какое у вас было восприятие раньше, как сейчас вы видите эту ситуацию. И как это заставит ваше чувство теперь подношение к этой ситуации, как это меняет ваше состояние. Окей, ну можете сейчас послушать, Виктор, можете сейчас подумать, какое было событие в жизни, которое воспринималось как вторжение, с агрессией, с злобой, с непринятием, а на самом деле, если посмотреть на нее, ну, не был выше смысл какой-то. Потому что я вам скажу так, для того, чтобы расти, нужно от чего-то отталкиваться. Для того, чтобы становиться сильным, нужно, чтобы было какое-то сопротивление. Ты не можешь накачать мускулы в вакууме, в невесомости. Поэтому бедные космонавты пристегивают себя ремнями, как дорожки, чтобы было сопротивление. Любой вызов, который был в вашей жизни, если вы через дню прошли, вы стали сильнее, потому что вы справились, это очень банальная мысль, но мы ее не понимаем здесь, но здесь мы ее не чувствуем. Мы продолжаем сопротивляться тем событиям, не понимая, что они нас сформировали, и был хуже смысл, что эти события были у нас. Да, момент Грика, поэтому ты стала, например, более внимательно думать, как ты кричишь, или более жестко себя оценивать, когда ты кричишь негативно, позволяйте, может быть, расти над этим, если ты поймешь, как это работает. Окей. Тренер была жесткая. Я вам скажу так, что если человек что-то от вас хочет, если он жестко с вами разговаривает, если он от вас что-то требует, значит, ему не все равно. Значит, это плохо. Значит, он считает, что из вас что-то путное может получиться. Потому что, когда человек считает, что вы ни на что не годитесь, он не будет тратить на вас время, он не будет на вас кричать, он не будет от вас ничего требовать, он скажет, ну, это безнадега. Но человек, которому не все равно, человек, который решил, что, блин, вы можете больше, он будет вас толкать туда, потому что он хочет вам помочь. Да, жестко, может быть, да, по-своему, да, может, самым лучшим образом, но он реально хочет помочь, он хочет вас продвинуть в будущее. Кто понимает, что я говорю, скажите «да». Итак, что я могу вам сказать? Мы скоро будем подходить уже к завершению. Понимаешь, что ты думаешь, как ты думаешь, как работает твой мыслительный аппарат, хотя ты сам его осознанно не программировал, но сейчас ты можешь начать это делать, потому что сейчас достаточно просто для этого. И понимая, как ты думаешь, ты можешь это поменять, это поменяет то, какие эмоции ты испытываешь, и это поменяет то, что ты способен делать после этого. Вот это вот полный цикл того, чем мы занимались. Но для того, чтобы это сделать, нужно новое убеждение, новую веру действительно взять в тело. Что мы делали для этого? Мы делали на контакте. Это такое проживание в моменте нового убеждения с максимально высокой амплитудой эмоций. Потому что когда ты эмоции включаешь, ты чувствуешь это, ты прям ощущаешь это, ты слышишь это, ты выкрикиваешь это. Ну, убеждение какое-то, или какую-то новую ценность. Например, радость в моей жизни начинает, когда я просто открываю глаза. И ты чувствуешь эту радость, и ты упускаешь в себя. Если ты сделаешь это много раз, то дальше постепенно на ум, а что-то ощущается, что ты запрограммировал в тело. Потому что мы помним то, что связано с эмоциями. Вы помните какие-то события из прошлого, в которых есть такие яркие эмоции. Вспомните события из прошлого. Скорее всего, это те события, где были эмоции. События нет эмоций, они не запоминаются, потому что эмоции – это и есть жизнь. Потому что то, что нет процесса в жизни, там просто существование. Поэтому цель этого вебинара, цель, вернее, этого семинара, то есть того, где я был, это переподобирать нам это впечатление, получить нам эмоции, которые мы хотим чувствовать, сделать это максимально легким. И это помогает нам достигать результатов, которые мы реально хотим достигать. Вот, собственно, несколько примеров я вам привел. И, наверное, надо уже потихонечку переходить к вопросам и ответам, чтобы вас не задерживать, то есть у вас вечер, час тридцать уже времени, да, обещанного. Попробуем быть хотя бы пунктуальным. Если не самый лучший звук, то хотя бы пунктуальность. Но как кто угодно? Мне просто интересно, ребята, просто интересно. Кто увидел, что ситуация со звуком была полезна нам сейчас? Напишите «Да» в чат. Кто увидел, что, несмотря на то, что он половину не слышал в этом вебинаре, он нахрен столько понял, потому что он в эту ситуацию попал со звуком, что это вообще закрывает всю ту информацию, которую пропустил. Запись будет, конечно. Круто, ребята, круто. Вот это вот то, для чего мы живем. Жизнь имеет большее видение, больше мудрости, чем мы у нее вкладываем. Окей. Ну что, я как бы не знаю. Есть какие-то вопросы, которые вы хотите задать? Задайте вопросы, я постараюсь ответить на них. И дальше, может быть, мы перейдем к тому, чтобы расскажем, где следующий там будет семинар, куда ехать, куда бежать, если вы решите что-то надо сделать. Я советую вам. Я сидел на семинаре и уже думал, так, кого я куплю билет? Так, кому я скажу, что если он не приедет, я ему деньги свои отдам? Потому что, блин, это меняет вообще здоровье ощущение. Ну, не говоря о том, что это будет самая веселая вечеринка в вашей жизни. Ну, то есть, ничего подобного вы не испытывали. Вы давно так не отрывались. Это я вам обещаю. Корот 5 тысяч человек. Шесть дней с утра до вечера работают на то, чтобы испытывать самые яркие положительные эмоции в своей жизни, когда они танцуют, когда они обнимаются, когда они радуются, когда они кричат. Ребята, любой рок-концерт, любая фестиваль, вечеринка, все, чтобы в вашей жизни просто нервно кури, по сравнению с интенсивностью, которая здесь была. Поэтому, помимо того, чтобы получить вот эти ценные знания, я просто, я просто, просто прикоснулся к поверхности. Ребята, я вообще ничего вам не рассказал в связи с тем, что там было. Поверьте. Целый день был про отношения, когда там рассказывали, как с мужчиной и женщиной с манистой кучей инсайтов на эту тему. Там был целый день про приоритеты, там и так далее, как мы расставляем приоритеты, как это влияет на нашу жизнь. Очень много вещей. Вот, закрепление, в конце, когда мы все это положили в реально наши вот эти новые ценности, которые мы описали, новые правила, мы это все в тело наше программировали. Понятно, что это нужно повторять, пока оно не станет автоматической привычкой. Но, ну, как бы, это фундамент положен. Окей, ну что, вопросы есть какие-то такие горячие? Напишите. А, про страх есть вопрос. Окей. Значит, как мы работали? Мы определяли более точно страх, потому что страх самовыселения плохой. Страх – это базовая защитная функция организма. Мы определяли страх чего? Страх брошенности, страх того, что у меня не получится, то есть, типа, страх поражения, например, там, да? Страх никчемности, страх там еще чего-то. Определяли этот страх. Раз он тебя беспокоит, значит, это достаточно высокая иерархия у тебя в ценностях сидит этот страх. Дальше ты понимаешь правила, которые этот страх тебе дает. Например, я чувствую страх поражения, когда начинаю делать что-то, что раньше не делал. Ну, блин, нахренеть, ты его будешь нечасто чувствовать. И дальше ты меняешь это правило на то правило, которое сложно достичь и которое тебе дает внутри, на самом деле, ключ к тому, что действительно является правдой восприятия этой ситуации. Ну, например, это правило будет звучать так. Только когда я нахожусь постоянно, потому что можно иногда чувствовать страх поражения, и это нормально, да? Да, ничего страшного. Поэтому ты пишешь, только если я нахожусь постоянно под давлением страха поражения, я испытываю эту эмоцию, понимая, что в этом момент это иллюзия, а на самом деле любая опытная жизнь помогает мне расти и развиваться. И это не является поражением, если я отдал этому все ресурсы, которые у меня были, и сделал на 100%. Потому что это правда. Если ты сделал все, что мог, но у тебя не получилось, является это поражением. Ну, нет. Сделал как мог. И дальше ты можешь научиться, и сделать лучше. Является это поражением в этой ситуации. Нет. Это называется поражение. У него есть более точное название. Знаете, какое название у поражения более точное? Обучение. Все, что мы делаем, когда мы учимся, мы терпим поражение, извлекаем выводы, пробуем еще раз. Терпим поражение, извлекаем выводы, пробуем еще раз. Что, если так, ты будешь смотреть на все свои события, когда у тебя что-то не получилось в жизни? И вот это, например, взгляд, который я вам сейчас сказал. Ну, можно прописать себе голову, просто можно взять такой взгляд. И ты будешь смотреть так, и ты будешь так воспринимать ситуацию, и совсем будут другие результаты. Это пример, как работает. А дальше, когда ты это прописал, новое правило, ты его берешь, ну, как бы, встраиваешь тело, интегрируешь. Как ты это делаешь? Ты интенсивно кричишь, интенсивно чувствуешь, ощущаешь эту мысль. Внутри тела. И поскольку эмоциональный опыт сильный, ты это запоминаешь лучше. То есть ты как бы живешь, исходя из этого, это хрена новейший момент настоящий, такой мощное проживание этой мысли. Вот. Ну, на примере ценностей могу вам сейчас показать. Например, если я хочу устроить радость в своей жизни, я считаю, что у меня недостаточно, я хочу чувствовать радость. И я могу сказать, что я, Алексей, все, что я вижу, все, что я слышу, все, что я знаю, все, в чем я уверен, это то, что я радуюсь. И я испытываю радость в этот момент. Максимально интенсивно. Если я это делаю часто, то есть, да, вот так это работает, и если ты это делаю часто, то, соответственно, оно заходит в голову, и ты начинаешь это делать, уже делаешь это осознанно. Это, примерно, механизм изменения своих правил и ценностей, которые мы используем в пределах шести дней. Да, прокричал, конечно. Прокричал. Потому что ты, когда кричишь, ты институтсивность увеличиваешь эмоционально. Ну и дальше, что еще хорошо помогает интегрировать новые знания, это отмечать победы. То есть, мы постоянно говорили, когда мы меняли что-то. Потому что, когда ты получаешь положительные эмоции, ты учишься быстрее. Это доказано наушный факт. Если ты учишься с удовольствием, ты учишься гораздо быстрее, чем если ты учишься с страданием. Потому что любой мозг, его самая главная задача номер один. Избегать страданий, стремиться к удовольствию. Если у вас обучение равно страданию, вам вы ничего не научитесь. Если у вас обучение равно удовольствию, ой, я облажался как клевый, я сейчас учусь. То есть, вы будете учиться еще быстро. Соответственно, вот так это работает, более-менее. Это аффирмация, но аффирмация – это просто слова. А эта инкантация, она еще доваляет чувства. То есть, инкантация мощнее, потому что ты не так говоришь, а ты это очень глубоко проживаешь. То, что ты говоришь. Это важно, потому что тело запоминает эмоции. Вот. И, соответственно, важно именно не кричать «РАДОСТЬ! РАДОСТЬ! РАДОСТЬ!» «Асторожно!» «РАДОСТЬ!» «РАДОСТЬ!» То есть, важно это чувствовать очень хорошо. И это программирует твой мозг. То есть, определенный механизм. Я все вам не смогу сейчас рассказать. Окей. Понятно. Тем более, мне надо спешить уже, потому что мы не хотим вас слизистой грузить. Есть ли там какой-то один горячий вопрос, прям, который жжет? Напишите еще раз, если я не успею посмотреть весь чат, к сожалению. Напишите, я постараюсь на него ответить. И если нет, то пойдем уже, будем завершать. Все, что я вижу, все, что я слышу, все, что я знаю, все, в чем я уверен, это то, что я есть радость. Афирмация. Самый глубокий, это Destiny, с которого я вышел. Самый глубокий тренинг, 100% футуровый. С детьми можно ехать на семинар. Можно ехать, с детьми на семинар, как ты думаешь? С какого уровня детей? А, ну, 15-летняя девочка там была, она вообще шпила, просто не по-детски. У нее был разговор в Стоне. Ну, как бы, наверное, чтобы там закон, то все, наверное, 18-летняя девочка, по факту, и с ней разговор был, как бы, просто такой глубокий, там весь зал, и с той аплодировала, а она столько всего сказала, цену для всех, и сама поняла. Это было очень круто. Поэтому, в принципе, это не, я это видел с вами, но Ваня говорит, 18-летняя девочка. Угли, нет, угли есть на раскрой свой внутренний потенциал, на свидание с судьбой нету. Ну, они не нужны здесь, как бы и так нормально все было, без углей. В январе, Сингапур классный, а раскрой свой внутренний потенциал, это уже очень мощная штука, я проходил дважды, ну, она дает тебе понимание, как эмоции, то есть то, что я сегодня вам рассказал, пусть вы там это узнаете очень же и почувствуете. Но, чем отличается свидание с судьбой, тем, что вы тут докапываетесь до ценности и до идентичности, меняете идентичность. То есть, ты не просто учишься менять свое состояние, а ты просто становишься другим человеком, который по-другому воспринимает мир. Там цель мотивации, не педавляет, то есть, ты получаешь заряд, который тебе позволяет тем, кто ты есть, делать больше. Тут ты становишься другим. Тут ты просто перепрошиваешь свою личность под свои цели, под свои предпочтения. Ты берешь контроль над тем, как ты распространяешь мир. Вот, что происходит здесь. Окей, ну что, на такие основные вопросы вроде бы ответили. На других я не был, ребят, я был на свидание с судьбой, на лосковь с внутренним потенциалом, на других просто не был, больше ничего не могу советовать. Надеюсь, что было полезно. Кому было полезно, напишите что-нибудь мне плюс, какой-нибудь, чтобы мне было приятно тоже, чтобы моя значимость выросла, вот нахер. Окей, спасибо, ребят. Я знал, что я не пошел с ним купаться. Окей, значит, значит, что я еще вам хочу сказать? Ну, расскажи вам ты, давай, а потом ты дашь мне трубку, я еще последний, завершающую фишечку вам дам. Ваня сейчас вам расскажет, что дальше там, куда ехать надо, да, потом я еще возьму. Алексей далеко не уходит, еще плюсики ставит. Друзья, ну как вам? Огонь? Да? Это не от Робинса, это от участника. То есть, представляете, какой диапазон реально проходит на семинаре. Это чуть-чуть, это даже не 10%, далеко не 10. Я не знаю, это может быть в районе 1%. Вот Алексей, вот как участник говорит, это полпроцента. Вот. ну, как бы, для чего это все дается, да? чтобы люди жили согласно, да, да, свои правила, чтобы ты создавал ту, ту игру, которую ты хочешь сам и уходил от этой навязанности. Вот, например, если говорить про мои инсайты, то это были инсайты очень сильные в отношениях. Да, несмотря на то, что мне 28 лет, у меня красивая жена, у меня уже две дочки в этом возрасте, 3 и 1 годик. Вот. Я думал, что я, как бы, успешный мужчина, но я понял, что последние несколько, не знаю, два года, что я не испытываю ни то счастье, на которое, ни те чувства в отношениях, на которые действительно я способен. Вот. Я очень внимание переключил очень сильно на работу, но меня просто пробила одна фраза, которую Тони сказал, если ты несчастлив в отношениях, ты несчастлив. Точка. Вот. А потом еще качали мужскую энергию, да, когда женщины в зале видели, как 3000 человек, мужиков, которые орут самую главную свою ценность, это свобода, которые орут просто freedom на английском языке, и просто зал, ну, я не знаю, дрожал от этой волны, когда мужики, как будто бы, знаете, в средневековье встали и готовятся идти отстаивать свою свободу, не важно куда. Это очень круто. Да, защищать территорию, свою женщину. Это были мои внутренние, такие очень-очень сильные, инсайты, то есть про ценности я уже знал информацию, я как бы работал над этим, вот именно про энергии, да, вот про полярность, да, что есть, вот такие энергии, они есть, и женская, и мужская энергия есть в мужчине, и женщине, да, и в то же время эти две энергии есть в женщине, вот, и чем полярность дальше, да, чем в противоположности притягивается, тем сильнее отношения. То есть это очень-очень-очень круто. Женщины не орали, женщины чувствовали. Женщины чувствовали. Да, и вот эта вот свобода, которую я услышал, она не про, извиняюсь, не про блядство, не про то, что мужику там нужны свободные отношения, да, это ощущение свободы в принципе, да, и только в этом состоянии мужик может дать реально женщине то, что он реально может дать, он будет с собой, и женщина с таким мужчиной будет более счастливая, да, вот такая закономерность. Вот. Друзья, можно я скажу, за дело за свободу, это вообще было так круто, я не могу не сказать. В общем, расскажи, расскажи. Два слова, ребята, счастливы. Не надоел, еще два слова, если я вам. В общем, это было очень круто. Там, я живу в жизни, ну, я отследил, что у меня есть страх контроля. Со стороны женщины не нравится давление, там, ну, я рассказывал, что у меня было давление со стороны родителей, и мне не нравится это давление, когда женщина начинает истерить что-то, у меня очень низкая терапевность к этому была. И вот через это упражнение, когда мы реально почувствовали, прям, архетип, то есть, блин, знаете, что такое архетип, когда идут, это реально, ты как робот, просто, он говорит, свобода, и ты такой, бам, включился, сразу, просто, ты, ну, ну, вот, все, ты почувствовал, ты есть. Это, ну, мне сложно сейчас вам передать, ну, в общем, и если вы были на эпидамы, то есть, на расстройство, внутри, потенциаловый, что-то похоже будет, там проходить, ну, просто глубже. Вот, и, и, вот, он показывает, что мужчиной, наслящим мужчиной, нельзя управлять, нельзя контролировать, и он показывает, что женщины вызывают, трепет, женщины такие, вау, это было так круто, ребят, вообще, такие крутые, и это у них просто отбивает сразу желание контролировать, потому что они говорят, блин, мне не нужно контролировать, я просто чувствую себя женщиной, с таким мужчиной, которым нельзя контролировать, а у мужчин это вызывает желание сразу просто быть собой, блин, вспомнить, кто-то есть, кто-то на самом деле есть, это архетип, просто стержень внутренней, бах, это очень круто, конечно, и женщина потом делится, они говорят, мы контролируем, потому что мы боимся, что он уйдет от нас, или что сделать нам больно, и как легко понять, что когда женщины контролируют, они увеличивают, они не мешают вероятность того, что он уйдет от нас, увеличивают, потому что мы там некомфортно, он уйдет туда, где ему приятно, где его понимают, где его любят, они где его контролируют, и вот такие инсайты, это просто весь тренинг, вот таких, я просто всюждил, просто руль, это был 80-й семинар у Тони, до этого теста, 80-й, и это человек, который одержим по поводу поиска новых идей, новых знаний, который работает с топовыми политиками, с топовыми бизнесменами, с Сиреной Уильямс, с Минсессой Таян, с Горбачевым, с Миком Джаггерсом, он только не работал, с Мисси Джонсом, и так далее, стоповый топовый людьми по всему миру, он интервьюирует этих людей, он ищет лучшие стратегии, он занимается, сколько вы, еще 57, со школы, со школы уже был ребенок, кто-то писали, будет ребенок нереальных каких-то талантов, всю школу там разрулил их проблемы, он реально накопал очень много, за это время, и поэтому я сидел, он думал, блин, как можно сюда было не поехать сразу, но хорошо, что все происходит, когда происходит, то есть я дам, как блин, ну что, Вань, скажи уже, куда, если люди захотят куда-то поехать, я просто искренне обсудил, получается, я правда не заинтересован ничего, в них продавать ничего, просто, я, я просто, ну я считаю, что просто того стоит, все, поэтому я трачу на это время, потому что с ребятами селена, просто вас вдохновить, потому что это, да, это дорого стоит, это думаешь, блин, денег достаточно прорешен, но на мой взгляд, это правда того стоит, то есть, что-то меняет твое качество жизни, если ты будешь работать, как тевер, если ты не придешь, как турист, там, сидеть и думать, почему- то тебе холодно, Друзья, ну, честно сказать, вам было бы актуально это пройти просто в своей жизни, вот именно такой экспириенс? Я сейчас вам покажу, конечно, предложение, да, то есть у нас будет оффер, да, как в классических вебинарах, но в этом вебинаре мы постарались передать максимально ценность того, что дается на самом крутом семинаре по личностному росту на планете, ни в России, нигде, потому что вы реально будете очень-очень сильно, ну, не знаю, меняться. Вот тут я вижу цифры в чате, что это 500 тысяч рублей или еще что-то, на самом деле это стоит, а у нас есть здесь презентация, Алексей, да, вообще есть у нас, чтобы люди хотя бы понимали, оценивались. Да, вот, вот у нас сейчас перед вами, вы видите, семинар, да, цена? Цена это 5 тысяч долларов, 5 тысяч долларов это где-то на 60, это 300 тысяч в рублях, 200 ребят, мужчины, женщины, девушки, там, не знаю, парни были на этом семинаре вместе сейчас в Майами, вот, и только через год это будет в следующий раз, когда мы проведем следующую группу. Но именно здесь мы договорились, что из России поедет минимум, минимум на Австралию человек 50, выбили эту квоту и это будет не в декабре, это будет в мае, в мае в Австралии, мы тогда будем помогать, визы, отели, да, все. Да, кстати, вот сейчас вы слышали, наверное, историю с визами, которая есть. Вот, поэтому, друзья, вот семинар, который меняет вашу жизнь, мне кажется, он стоит намного-намного больше. Вот Алексей, я тоже просто, да, я тут рядом находился все это время, я слушал, я еще раз проживал какие-то моменты, по которым он мне напоминал, это очень-очень круто. Я думаю, даже, я думаю, вы это ощутили сейчас сами, да, вот кто-то писал, что типа я даже плачу. Это через онлайн-декабр. Это вообще ничего не будет. Да, и это на таком расстоянии, на семинаре это будет совершенно другое. Вот, поэтому у нас есть ад билетов на Австралию, у нас есть перевод в подарок для тех, кто до первого числа у нас принимает решение, вот, и после первого января, по-другому, что решение будет другое, так еще и цена будет другая. Да, блин, наверное, еще на тысячу долларов. Это даже не аргументы, вот эти подарки, все, это честно, ребята, это не аргументы. Они прописали, чтобы у вас какие-то еще, можно, внешние факторы сработали. Но в первую очередь, ты сейчас должен понимать, нужно тебе это или нет. Вот, если нужно и нет ресурсов и возможностей, то ты должен думать, как это сделать. Не в этот раз, так в следующем. Потому что, вот, те люди, которые были на этом семинаре, они, вот, кто успел сейчас, испытал возможность сходить в концерты Майкла Джексона. Майкла Джексона, да, это просто легенда, да, которая, не знаю, там, рождается раз в столетие. Тони Роббинс, личность на росте, это тот человек, который, вот, как в музыке Майкл Джексона, концерт которого нужно посетить, узнать, что это такое. Тут не то, чтобы музыка, вот, да, вот эта сила, это ваша жизнь. Вот, если ты, если ты обернешься в свое прошлое и помнишь жизнь эмоциями, если их мало, и если даже больше того, это в основном какие-то негативные эмоции, друзья, вы можете переписать свою историю. Просто переписать. Я вот сам, как бы, молодой, я с этим столкнулся где-то 4 года назад и в это не верил. Но, когда я захожу в зал, когда взрослые дядьки, взрослые женщины, там, не знаю, разного возраста, любого калибра, состояния, то есть кричат, веселятся, плачут. Главное, преображается. Ты помнишь, там люди с суицидальными наклонностями стоят просто сутизники. Они через полчаса, они просто, они… Вот, когда говорят, что человек изменился, когда говорят, что человек изменился, трудно в это поверить, честно. Особенно русскому менталитету. Потому что первый день ты смотришь на русскую делегацию, ты думаешь, приехали Антони Роббинсом, привезли такую большую группу, они сидят, сидят, сидят. Но как только заканчивается шестой день, нам подходят организаторы с английской, ну, с американской, да, с командой Тодин Роббинс и говорят, ваши ребята просто сумасшедшие, мы были у вас 15 лет назад, что это такое, как, как, ну, откуда у вас такое, откуда у вас такое? Ну, почему вы такие открытые? Хотя первые… Ну, наш менталитет, да, он достаточно такой, как бы, да, надо проверить, семинары, это еще не так развито, как в Европе или в Америке. Вот. Ну, то есть, я про то, что не буду затягивать, друзья, да, я про то, что надо принять решение. Твоя жизнь меняется, вот самое, о чем Тони говорит, твоя жизнь меняется не когда ты, когда ты делаешь первый шаг. Твоя жизнь меняется вот так, когда ты принимаешь решение. Я живу по-другому, я делаю, я делаю что-то новое, завтра я буду там делать первый шаг, куда-то поеду, что-то начну. То есть, когда ты принимаешь решение, это первое, что ты вообще должен сделать. Не оплатить не что, принять решение, поехать, принять решение что-то начать, делать зарядку. Не важно, что ты будешь делать, уже с следующего этапа кто-то и окинулся. Вот, друзья, сейчас бы… Ты еще хочешь сказать, добавить что-то. Сейчас еще Алексей добавит. Единственное, Алексей хотел бы, чтобы, знаешь, что ты еще дал ребятам? Чтобы они после вот этого вебинара прописали то, что они услышали. Да. Умные вот эти вещи, чтобы вот это закрепить. Да, да, да. Я согласен, ребята, это очень хорошее задание. После того, как я сейчас скажу завершение, которое хотел сказать по поводу Тони, просто почему я выбрал Тони. Я вам хотел дать задание, хорошую очень за идею, Вань, спасибо. Просто написать себе на листе бумаги, какие основные выводы вы на себя сделали. То есть, что вы на себя осознали, как вы теперь можете жить по-другому, что вы можете использовать, какие новые правила вы хотите устроить, свои убеждения, какое отношение вы хотите испытывать к вещам, какие ситуации в свое прошлое вы хотите по-другому раскрыть. Напишите себе конкретно, потом перечитайте это и проживайте глубоко и интенсивно с эмоциями, и это станет частью вас, это будете вы. Вот. Это то задание, которое я вам предлагаю сразу после того, как вы закончите. Кто готов сделать это задание, напишите «Да» в чат. Окей. Ну и что я бы хотел сказать в завершении, да, по поводу машины, там, ну, блин, страшно продать цены, продай машину, я бы уезжаю, действительно такое делаю. Знаете, что я думаю? У меня, к счастью, не было такой задачи, у меня, к счастью, были деньги. Но я бы думаю так, если бы я продал машину, я бы поехал на Тони Родосе, продав на хрен машину, я бы взял с него столько! То есть я бы настолько бы четко знал, что я бы, блин, машину продал, я бы заработал на детскую машину после этого. Потому что если ты каждый день начинаешь состояние уверенности, если ты каждый день смотришь на жизнь как на благодарность, как на что-то возможности, если ты каждый раз разговариваешь с людьми, ищешь возможность как им полезно, как создать оптимальное, самовыгодное сотрудничество, это не то же самое, как обычно мы начинаем и живем нашу жизнь. Советы сложные, конечно, решение такое ярко выраженное, и я вообще не заинтересован в этом человеке, не хочу звучать как-нибудь. Просто я правда считаю, что это большая ценность. Итак, я вам скажу, вот сейчас я поделюсь с вами, почему я выбрал Тони Родосе. Первый момент, потому что коучинг, ценности, это как-то не только здесь же, но конечно уровень работы, это уникально. То есть я такого не встречал так глубоко, я первый раз, не первый раз далеко я слышал слово «ценности», но так глубоко я ни разу не прорабатывал. А это меняет все, это меняет смысл всего мероприятия. Итак, для меня достойный учитель – это человек, который отвечает всего лишь двум критериям. Просто двум критериям. Первый критерий – он сам делает то, что он говорит. То есть человек реально по факту живет так, как он говорит. И это второй критерий – дало ему положительные результаты, очевидные, подтвержденные на нем и на людях, которые к нему приходят. Вот это два критерия, просто больше нет. Он живет то, чем он говорит, и это дало положительный результат, очевидный, который мне нравится, который меня устраивает, которым я хочу соответствовать для него и для людей, которые к нему пришли. Все. Сейчас я вам покажу фотографию молодого Тони Робинса. И вы увидите, какой это дало результат. Это, знаете, так – no comments. То есть есть такая вот рубрика без комментариев. Если вы не знаете, я вам два слова скажу. Он вырос в очень неполученной семье. У него была мама, у него было шесть мужей, которые менялись. Мама была алкоголичка, она его била. Она его там, ну реально, это было прям домашнее насилие, в самой кучерной форме заставляла его там… Она, как бы, заливала ему в рот там посудомощное жидкое мыло, потому что думал, что он не врет, а он не врал. То есть это просто галлюцинация. И вот такие всякие ужасные вещи. И он через это все пройдя, стал сильным, стал, наоборот, мощным, понял, как работают люди, понял, как работает псих, как раз, чтобы подстраиваться в свою маму. То есть муж был выживать для начала. И потом, если чай ответы, он, найдя их, он очень, ну, поставил очень высокий стандарт, как на этот уровень он хочет жить в своей жизни. И реально, вот какую трансформацию он сделал. Вот это он в школе. Вот он начинает расти. А вот он сейчас. Ну, на мой взгляд, это удивительная трансформация. То есть, когда он находится в аудитории, это просто, блин, нахрен, терминатор. Это просто двухметровый, нахрен, робокоп, который просто пройдет через все. И он любящий, он внимательный, он счастливый, он игривый. То есть, в нем есть все положительные качества, которые ты хочешь испытывать в жизни на регулярной основе. Потому что он сам себя вмонтировал. Их не было от рождения. Наоборот, там была одна боль, горище и так далее. И это будет круто. Это просто круто. Вот. Ну что, что-то еще ты хотел бы сказать? Да. Еще добавлю. Друзья, давайте поступим следующим образом. Сейчас, прямо сейчас, никуда не убегая, мы потратим еще пять минут на то, чтобы вы прописали те инсайты, которые вам пришли в течение этих двух часов. Пропишите прямо сейчас. Прямо сейчас. Почему? Потому что может забыться, можете отложить, потом не вспомнить. Прямо сейчас, пока вы на эмоциях. Вот это вот яркое, да? У вас уже состояние изменилось, если вы почувствуете, скажи «да». Просто скажи «да». Да, скажи «да». Да. И когда ты в таком состоянии говоришь «да, я готов», да? Только из такого состояния ты реально можешь решать вопросы. Нет проблем. Есть нерешенные вопросы. Вот. А теперь, а теперь, а теперь пропиши. Пропиши перед тем, как уснуть. Вот кто-то пишет, а как теперь уснуть? Реально сейчас нельзя уснуть после таких инсайтов. Даже я вспоминаю. Мне кажется, я буду тебя, Алексей, приглашать рассказывать про семинары, потому что некоторые люди не понимают, что они могут взять на этих семинарах. Ребят, было полезно? Вот честно, было полезно? От одного до десяти. Поставьте оценку, насколько было полезно. От одного до десяти. Давайте конкретику. От одного до десяти. Пишите правду. Не надо мстить. Пишите, как есть. Ты видишь это, да? Очень структурно, очень классно и из чистого, ну, как бы от души. От души. Вот. Сбинар будет. Запись будет. Ребят, сейчас прописываем инсайты. Я пока вам сейчас найду ссылку. Ссылку сейчас найду. Скину сюда на мою форму. Там вы оставите заявку. С вами свяжется менеджер, с вами свяжется менеджер. Не надо ничего покупать. Он расскажет вам про программы, вы с ним вместе примите решение. Надо вам это? Не надо. ЮПИДАПЛЮ, либо свидание в Австралии. Да. Не надо сейчас ничего покупать. Честно. А, еще о внутреннюю гуру посмотрите. Скажи вам внутреннюю гуру. Да, кстати, забыл сказать. Вам придет завтра рассылка с записью этого вебинара, с ссылкой на фильм «Я не твой гуру». Это с четырнадцатого года, когда он проводил, по-моему, еще четвертый свой семинар «Дейс Твиздец», это не Тони Роббинс. И вам придет двухчасовой документальный фильм с этого семинара. Не документальный фильм художественной фантастики, а прям вырезка. Вот то, что мы вебинар проводили, вы увидите, как это вживую происходит. Ну, в смысле, да, в записи. Но вы увидите, как Тони работает. Меня торкнул с этого фильма, я поехал с него. А, кстати, да. Ребят, я реально торкнул с этого фильма, я бы с него поехал. Я, как бы, откладывал кучу денег, я посмотрел, у меня просто фуражки по коже, я видел, что происходит виз, 15 минут, и потом, блин, все, нахуй, наеду. Да. И подумайте, это не стоит никаких, это, в принципе, не стоит денег. Это не стоит денег. Жизнь достаточно коротка. Если тебе уже больше трясти, то это ты хотя бы это понимаешь. Я уже к этому приближаюсь, да, я постоянно смотрю, ничего себе, время летит. Так вот, ты выбираешь, либо же инвестировать куда-то, либо же жить тем, что ты есть, либо чуть-чуть поднапрячься, если нужно поднапрячь, инвестировать в себя. В первую очередь, в свои эмоции. Потому что, что останется, когда тебе будет 70-80 лет? Когда ты первый раз назад, что ты увидишь? Что ты будешь вспоминать? То, что у тебя есть, то, что ты накопил, то, что ты переживал. Вот, ну, немножечко про это. Да, Алексей? Да, люди крутые, действительно. Вот то, что там пишут, что мы с крутыми людьми. Да, это правда, потому что люди отовсюду приезжают заряженные. Русская делегация, бас самая крупная. Ребята вообще, конечно, творят. Я помню, здесь, в первую очередь, раскроется потенциал был, сколько там, 40 человек, это надо было 1200, конечно. Вообще. Ну, как бы, в общем, да, люди интересные. Иностранцы интересные, и русские очень интересные, потому что это не простые люди. Приезжают такие деньги, тратят время, играют на полную катушку. Поэтому и миллионеры, там, и доллары, и всякие люди. Очень классные. Можно и какие-то бизнесы там идей. Причем вы же с ними сближаете, представляете, как? Да. Представляете, как вы с ними сближаете? Это не какой-то ты приехал на лекцию. Слушай, слушай, слушай. Окружение – это вообще отдельная тема. Лучше сейчас ее не будем трогать. Короче, мы можем до завтра вас грузить, до завтра всего спать надо. А прямо обедать еще хочется. Ребята, если вам будет интересно, если вы, как бы, будете приходить в наши вебинары, мы можем так его старать, приглашать Алексея и других участников семинаров и проводить больше и больше таких вебинаров. У кого нет пока возможности, предположим, но если есть, думать не надо. Сейчас идет ссылка в чат, ссылка в чат на Google форму. Нужно ставить телефон, e-mail, имя, фамилию или хотя бы имя, чтобы с тобой смогли связаться и пообщаться. У нас есть где-то порядка 500 различных видео от Тони Роббинса на различные темы. Это отношения, это здоровье, это финансы, это бизнес, это состояние от фильмов документальных, коротких, двухминутных просто нарезки от Тони Роббинса. Поэтому оставляйте контакты хотя бы только для этого, чтобы вот этих якорей, напоминающих о тебе, о дальнейшем росте было больше в твоей жизни. Прогресс тогда будет, соответственно, развиваться быстрее. Личностный рост, в моем понимании, это скорость. Либо ты идешь пешком, либо ты стоишь, либо ты просто входишь в лифт и поднимаешься к своей цели. Медитацию с кем? А, ребят, да, я надеюсь, вы прописали свои цели, отправили заявку. Давайте, делайте это быстро. И сейчас мы не будем никого держать, честно, вебинар мы как бы официальную часть зафиналили, мы рассказали про то, что хотели. Алексей, еще раз большое спасибо за то, что ты нашим клиентам так это донес, реально от души. Вы узнали про следующий шаг, вы будете там думать, не знаю, как вы будете принимать для себя решение развиваться, смотрите, что вы чувствуете в прежде очередь. Не старайтесь включить голову, она иногда тормозит, вас тормозит. И если вам интересно, вот ссылка в чат дублирую, заполняйте, чтобы остаться с нами на связи, это раз. Вот, второе, припишите сейчас вот эти все вот вещи, которые вы услышали, инсайты, запишите их, это обязательно. И кому интересно, кому интересно, друзья, если сейчас еще, Алексей, хочешь медитацию привести? Могу, могу. Сколько она будет по времени? Минут 5. Ребят, на 5 минут, на 5 минут медитацию делаем или не делаем? Если хотя бы 20 плюсов будет, сделаем? Да я думаю, что надо делать, если честно. Я не знаю, когда мы еще такое будем проводить, просто ставьте плюс, просто делайте. Да, да. Меня зовут Иван Шамелин, я работаю в компании MidPartners, вот кто-то спрашивал имя, да. Сейчас мы уже убегаем, соответственно, дальше. Ну а напоследок, напоследок, давайте тогда мы сделаем обнимацию. Да. Передаю. Итак, я хочу, чтобы вы сейчас сели поудобнее, поставили ровно руки, ноги, закрыли глаза. и перенести свое внимание на свои подошвы стоп и заметили, как они касаются пола. Вы почувствовали это соприкосновение с полом и это давление, которое оказывает то ли пол на ваши ноги, то ли ноги на ваш пол и понятно. И чтобы вы немножечко посильнее надавили на пол и почувствовали, как это давление усиливается, как ноги начинают давить сильнее на пол, а пол сильнее отвечает, сопротивление растет. Потому что давление всегда вызывается сопротивление в вашей жизни. И после этого я хочу, чтобы вы немножечко подняли ноги вверх и оторвали их от земли. Да, вот так. И чтобы постепенно вы их опустили обратно ради земли. И опять не доверили на пол. А потом опять оторвали. Но чтобы уже эта амплитуда была меньше. Поищите то состояние, когда ноги совсем чуть-чуть будут давить на пол, так что уже непонятно, есть ли это давление или нет, это пол давит на ноги или ноги на пол, или вы находитесь в весомости. Поищите такое состояние, когда ноги самуют мало приподняты от пола и возникает ощущение невесомости. И в этом состоянии я хочу, чтобы вы вспомнили, как прекрасно ваша жизнь. Как много у меня есть всего того, за что можно быть благодарным. по-настоящему благодарным. За то, что есть деревья. За то, что есть цветы. За то, что можно дышать. За то, что я живой и здоровый. За то, что я могу испытывать все радости. Могу думать. Могу принимать решения. Могу ставить цель и достигать. Или не достигать, а просто радоваться тому, что живи. За то, что я есть. За то, что я – это я. За то, что я такой, как я есть. Как классно это ощущать удовольствие. Того, что я – это я. Прямо сейчас. Такой, как я есть. Я хочу, чтобы вы вспомнили какие-то ситуации, которые в прошлом казались вам проблемными. Вы, не видя до конца смысла происходящего, задумываясь, думали, что это не должно было происходить. Как, например, плохой звук сегодня. Или, как, например, какая-то ссора. Или, как, например, что-то, что вам сказал ваш тренер или родитель. Вы были неправедливы ко мне. Жизнь относилась не так ко мне, как вы ходили. Вы расстраивались. Но что, на самом деле, дало вам эта ситуация? А что, если она дала вам то, кем вы есть сейчас? А что, если благодаря этой ситуации вы стали тем, кто вы есть? Любящими, добрыми, внимательными, настойчивыми, переустремленными. Могли бы быть такими без этих проблем? Могли бы быть такими, если бы жизнь просто опекала вас, как бы большой пуховый одеяло, чтобы вы никуда никаких бусей не приложили. Или ваши мышцы бы просто атрофировались. И они каждый раз развиваются только потому, что есть что-то, нужно преодолевать. Что, если можно, с благодарностью сказать спасибо? Спасибо. Спасибо. Что это есть. Что я такой, какой я есть. И что мой опыт весь мой жизненный сформировал меня таким, какой я есть. Я такой классный. Скажите, это так себе. Я такой классный, какой я есть. Ощутите, какой ты классный. Скажите, что я классный. Как здорово. Потому что это всего лишь ваша мысль. Это вы решаете. Потому что это правда. Зная это, вы можете дальше смотреть на жизнь. Как на удивительное переключение. Удивительный танец энергии, которые скрутаются в кружево. И глядя на какую-то часть, ты не у конца не понимаешь смысла, но оборачиваясь назад, ты понимаешь, что все было так, как должно было быть. Что ты был на пути. Это была нить, которая соединяла все события в твоей жизни и привела тебя туда, где ты сейчас. И что жизнь всегда знает, что ты хочешь. И она дает тебе это знание. Прямо вот здесь, в твоем сердце. Ты можешь всегда знать, что здесь всегда ты знаешь ответ. Всегда. Если тебе кажется, что что-то идет не так, что какая-то суета, какие-то проблемы, спроси свое сердце. Оно всегда знает. Потому что оно помогает тебе каждый день. Каждый день оно гоняет любитой крови. Делает какую-то неиместную работу. Тысячи, сотни, тысячи даров. Каждый день ты даже об этом не думаешь. Оно это делает для тебя. Оно это делает для тебя бескорыстно. Оно было дано тебе от рождения, твое сердце, твое чудесное сердце. Почувствуйте благодарность к этому сердцу, которое было в его рождении. Оно есть с вами. Оно всегда добоится вас. Почувствуйте благодарность. Скажите, я люблю тебя. Я люблю тебя. По-настоящему. Скажите так, как вы действительно это чувствуете. Пусть это благодарность наполнит все ваше тело. Скажите спасибо. Спасибо, что ты делаешь это для меня. Спасибо, что я всегда могу обратиться к тебе за советы. Ты никогда на меня пытаешь. Спасибо за тот высший смысл, который есть в моей жизни. Спасибо. Спасибо. И сейчас, полностью наполненная благодарность, я хочу, чтобы вы постепенно открыли глаза, когда я скажу это и написали на листочке, что самое главное вы узнали сегодня. Что позволит вам жить на новом уровне. Что, если это вы реально строите в вашу жизнь, позволит вам изменить ее раз и навсегда. А что, если это был не просто вебинар? А что, если это была часть пути, на который вас привела ваше неведомое мете. Что дальше хочет ваше сердце? Спросите, куда оно ведет вас. Напишите. Раз, два, три. Напишите, куда ведет ваше сердце. Спасибо вам. Спасибо тебе, Алексей. Спасибо вам, дорогие участники, что вы сегодня подключились. Прослушали это. Ведь очень большая ценность еще у каждого человека, особенно у очень успешных, она рождается этой ценностью в отдавании. Что сейчас, в принципе, и было. Когда вы будете становиться более успешными, вы сможете еще больше отдавать. Если вы станете больше зарабатывать, если вы станете больше, там, не знаю, любить, вы сможете этим делиться с другими. Спасибо. Друзья, мы заканчиваем этот вебинар, но мы не заканчиваем общение с вами. Кто хочет получить дальнейшие шаги, информацию, пожалуйста, оставляйте данные в этой форме, мы будем с вами на связи. Вот, вам придет запись вебинара, и вы сможете ее показать кому-то еще. Но сейчас удано безразлично, если вы для себя нашли какую-то в этом ценность. Вот. Поэтому еще раз спасибо, и будем с вами на связи. Всем удачи и изменений в вашей жизни. Я думаю, это уже началось сегодняшнее вебинар. Спасибо. НадоINGING Продолжение следует... 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 Продолжение следует...